Новинка. Вегетрокс. Скорая помощь при панических атаках. Активное вещество вегетрокса, пророксаногидрохлорид, подавляет возбудимость диэнцефальных структур и регулирует тонус симпатоадреналовой системы. Действующее вещество вегетрокса было синтезировано специалистами Института токсикологии Минздрава СССР и более 30 лет применялось в клинической практике. В 2005 году в связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен. В настоящее время в ответ на обращение специалистов производство пророксана возобновлено под торговым наименованием вегетрокс. Вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках с аматоформной вегетативной дисфункцией симпатоадреналового типа. Вегетрокс не относится к психоактивным средствам, не вызывает зависимость и привыкание. Вегетрокс – скорая помощь при панических атаках. Новинка – нефрамон плюс. Почечное средство растительного происхождения на основе касатика тонколистого из пустыни Гоби. Это лекарственное растение из Золотого фонда Монголии на протяжении нескольких столетий применяется в медицине в качестве нефропротектора. Нормализует фильтрационную и выделительную функцию почек. Действие нефрамона направлено на все патогенетические звенья хронического гламирулонефрита. По данным клинических исследований, курсовое применение нефрамона плюс приводило к увеличению скорости клубочковой фильтрации, снижению уровня ЦИК, сопровождалось повышением уровня альбуминов в крови, снижением уровня холестерина. Нефрамон плюс способствует правильной работе почек. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию образовательных вебинаров совместно с Петербургским союзом врачей и с компанией Формамет. Темой сегодняшней беседы будет ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы. Мы постараемся сегодня с вами обсудить общие принципы использования ультразвука в диагностике заболеваний щитовидной железы. Ну и разберем с вами достаточно немалое количество разных клинических случаев. О чем мы сегодня поговорим с вами? Мы поговорим об общих правилах проведения ультразвукового исследования, о воспалительных заболеваниях, аутоиммунном тиреите, диффузном токсическом зобе, подостром тиреите. Я их объединяю в группу таких воспалительных, учитывая то, что часть из них, вернее, все они имеют аутоиммунное происхождение. Проговорим о диагностике при узлах щитовидной железы, о том, как выглядят доброкачественные узлы, функционально-автономные узлы. Поговорим о том, что, собственно говоря, какие разные типы узлов объединяются в группу фолликулярных опухолей. Посмотрим, как выглядят популярные карциномы, медулярные карциномы, лимфомы. Посмотрим, как выглядят доброкачественные и злокачественно пораженные лимфоузлы шеи. Несколько слов скажем об особенностях послеоперационного УЗИ. И буквально несколько слайдов я покажу вам на тему аденома околощитовидной железы. Просто для того, чтобы вы их имели в виду. Первое, о чем я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, каждый врач обязан владеть УЗИ. Понимаете, мне очень не нравится сама позиция выделения ультразвуковой диагностики в отдельную субспециальность. Я знаю, что сегодня нас смотрит много врачей УЗИ. Я знаю, что нас смотрят сегодня врачи общей практики и много эндокринологов, как обычно. И я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, УЗИ – это не специальность. При всем уважении к врачам ультразвуковой диагностики, я считаю, что УЗИ – это один из методов познания, один из диагностических наших методов, точно такой же, как пальпация, перкуссия, аускультация. Если мы с вами и пальпацию, и перкуссию, и аускультацию проходим в разделе пропедевтики внутренних болезней, то логично, что и УЗИ мы должны проходить где-то примерно в подобном же курсе в рамках университета. И мы все должны использовать этот метод. Поскольку мне кажется, может быть, я не прав, может быть, врачи УЗИ диагностики нам в конце в вопросах свое мнение выскажут, но мне кажется, что все-таки всю свою жизнь посвящать только ультразвуковому исследованию, ну, мне кажется, просто жалко, потому что каждый из нас, из врачей, должен использовать этот метод, как будто это его глаза, понимаете, но в рамках именно клинической работы с конкретным пациентом только так можно не устать на длинной дистанции своей жизни от своей работы и продолжать быть заинтересованным в пациентах. Поэтому не в обиду, говоря врачам УЗИ, я думаю, что владение методикой УЗИ – это великое благо. Каждый врач УЗИ имеет огромное преимущество перед врачами, не выполняющими ультразвуковое исследование, поскольку он сам владеет, качественно владеет этим методом. Но мне кажется, для любого врача обучение ультразвуковой диагностики, мне кажется, должно быть лишь этапом на пути его развития в какой-то узкой или широкой специальности, но специальности именно клинической. Мне кажется, что это будет наиболее правильным. Поэтому понятно, что каждый врач обязан владеть УЗИ. УЗИ – это сейчас рутинная технология, УЗИ – безопасная технология, дешевая, очень информативная, крайне чувствительная. И если мы с вами лечим заболевания щитовидной железы, мы просто обязаны пользоваться этим методом, мы не можем без него работать, поскольку щитовидная железа – это наиболее поверхностно расположенная железа, прекрасно видимая с помощью ультразвука во всех ее отделах, на мой взгляд, лучше, видимо, чем при КТ, при магнитно-резонансной томографии. Поэтому без использования УЗИ фактически врач, который лечит болезни щитовидной железы, он лишен, можно так сказать, зрения. Поэтому я обычно говорю, знаете, чужое УЗИ-потемки. То есть нельзя понять что-либо по чужим картинкам. Нужно смотреть своими глазами. И, например, в моем кабинете аппарат УЗИ находится в метре от того места, где я обычно сижу, и без проведения УЗИ я ни одной консультации лично не выполняю. Итак, давайте несколько слов скажем для врачей-эндокринолога, для врачей общей практики, потому что врачи УЗИ все это знают, безусловно, о том, как, собственно, проводить УЗИ щитовидной железы. Первое положение головы при проведении УЗИ. Должна быть легкая сапинация, подбородок должен быть приподнят, под плечами должна быть подушка. Если вы осмотрите пациентов пожилого возраста, вы должны помнить, что чем сильнее вы запрокинете голову такому пациенту, тем сильнее потом может быть выражено головокружение, нестабильность при вставании. Поэтому, в общем, избегайте сильно запрокидывать голову, но помните, что чем выше вы поднимаете голову, тем больше информации вы можете получить о глубоко расположенных отделах щитовидной железы и о нижних структурах, о том, что может при опущенной голове уходить за ключица. Вот посмотрите, один из интересных примеров. Я просто знаю, что сегодня будет лекция. Вчера проводил прием, попросил пациента поднять подбородок и опустить его. Вот на левом слайде мы видим с вами УЗИ пациента после тиреодектомии. Щитовидная железа удалена. Перед нами трахея, контур. Да, сонная артерия видна и еремная вена. И вот ткани рубцовые, расположенные над пищеводом в том месте, где раньше находилась щитовидная железа. По этой картинке четко видно, что в данной зоне никаких пораженных патологических лимфоузлов нет. А вот тот же самый пациент в том же положении. Я просто попросил его опустить подбородок до среднего положения того, в котором он ходит. Посмотрите, мы видим, что у нас практически исчезла информативность этого снимка. Темные структуры, которые просто невозможно интерпретировать. Поэтому просто от положения головы уже многое зависит. Дальше. Теперь давайте посмотрим, что мы с вами видим на картинке УЗИ. Поперечное сканирование проводится при горизонтальном положении датчика. И на нем мы видим с вами следующую структуру. Трахею. Вот она. Сонную артерию. Еремная вена расположена латеральнее. И вот перед нами щитовидная железа. Доля щитовидной железы. В данном случае достаточно далеко вдающаяся за сонную артерию. Вот здесь выглядывает снизу у нас с вами пищевод. Дальше мы видим переход в перешеек щитовидной железы. И вот два слоя коротких мышц шеи. Стернохиоидуус и стернотироидуус. И вот большая мышца, накрывающая все это, мускуле стернохиоидомостоидус. Точно так же здесь я вот показана у вас на схеме. Те же самые элементы. Трахея. Доля щитовидной железы. Перешеек. Короткие мышцы шеи. То, что мы с вами можем увидеть. И помните, что трахея дает достаточно сильную акустическую тень назад. Поэтому все элементы, которые попадают в зону данной акустической тени, они становятся для нас невидимыми. При продольном сканировании датчик ставится параллельно ходу артерии коротис. И вы видите вот так вот длинник щитовидной железы. Вы можете увидеть саму щитовидную железу. Ну и мышцы, соответственно, которые ее покрывают. В данном случае вы видите короткие мышцы шеи и мускуле стернохиоидомостоидус. Если смотреть, как мы с вами определяем объем щитовидной железы, то определение объема проводится по достаточно простой формуле. Мы определяем с вами при поперечном сканировании два размера. Вот здесь вот видно. Два размера железы. И определяем по продольному скану длину доли щитовидной железы. Дальше мы перемножаем эти параметры. Длину на ширину на толщину, выражая их в сантиметрах. И умножая на поправочный коэффициент 0,479. Таким образом, в итоге мы получим с вами объем доли в миллилитрах. Вот фактически эта формула равна формуле расчета объема липсоида, поскольку щитовидная железа приравнивается в данном случае к двум липсоидам. И объем перешейка не учитывается при подобном расчете. Нормой объема считается цифра до 18 миллилитров для женщин и для мужчин до 25 миллилитров. Когда мы с вами пишем протокол УЗИ щитовидной железы, даже если мы с вами эндокринологи, но мы пишем протокол, мы обязаны описать не наши клинические мысли, а четко следовать протоколу в описании тех ультразвуковых феноменов, которые мы определяем. То есть мы оцениваем положение щитовидной железы, толщину перешейка, размеры и объемы долей обеих. Соответственно, для каждой доли мы указываем эхогенность ткани. Она может быть гиперизо- или гипоэхогенная. Сравнение производится с тканью околоушной слюной железы, поскольку она является эталоном. Она реже поражается аутоиммунными процессами, поэтому чаще всего она и является истинной эхогенной. Структуру оцениваем, которая может быть однородной или неоднородной. Про неоднородную структуру можно бывает сказать, что она выраженная диффузно-неоднородная или умеренно диффузно-неоднородная. Но мы сегодня посмотрим разные варианты этой неоднородности. Вы можете оценить воскулиризацию и, естественно, высчитать общий объем щитовидной железы. Указать также некоторые данные о строении лимфоузлов. Если посмотрим с вами на изменение структуры щитовидной железы, здесь в данном случае достаточно однородная структура щитовидной железы. Здесь на слайде мы видим с вами диффузную неоднородность. И здесь мы видим очаговое образование, то есть разные варианты нарушения структуры щитовидной железы. Про узлы, когда мы их описываем, мы оцениваем, где они располагаются. Мы оцениваем их эхогенность в сравнении с остальной тканью щитовидной железы, изогиперы или гипоэхогенные. Мы оцениваем их размер в трех измерениях обязательно, поскольку если вы три измерения указали, вы имеете возможность высчитать объем. И через некоторое время, когда вы будете провести повторные узи, четко оценить, растет узел, сохраняет прежний объем или уменьшается. Мы можем указать единичный перед нами узел или множественный, или это конгломерат узлов спаянных между собой. Мы можем указать однородный узел, неоднородный. Если в нем макро-микрокальцинаты, под макрокальцинатами понимается образование, имеющее ультразвуковую тень, под микрокальцинатами гипоэхогенные включения, не имеющие тени, мы это покажем вам сегодня. Оцениваем с вами ободок, который окружает узел, ну и можем оценить расснабжение узла. Если оценивать воскулиризацию узловых образований, то она может быть авоскулярная, когда мы не видим никакого кровотока в самом узле. Она может быть перинодулярной, когда кровоток у нас выражен только по периферии узла. Она может быть смешанной, когда кровоток присутствует и по периферии в центре. И интернодулярная, наиболее характерная для злокачественных опухолей, когда у нас нет перинодулярного кровотока, то есть нет ободка окаймляющего узла, но есть в центре усиление кровотока в узле. Сразу хотелось бы указать, что у многих пациентов, особенно как в данном случае после удаления щитовидной железы, вы можете четко видеть пищевод. На шее пищевод расположен левее средней линии, он выбухает именно влево. И вот если вы посмотрите на данный снимок, вы видите на нем трахею, вы видите сонную артерию, здесь выглядывает еремная вена. А вот это вот образование, это у нас с вами пищевод. И у нас бывают нередко ситуации, когда пациентов с хорошо видимым пищеводом, врачи ультразвуковой диагностики, направляют к нам тонкоигольную биопсию для того, чтобы провести пункцию выявленного образования. Понятно, что необходимо отличать четко пищевод от истинных узлов. Для того, чтобы понять, действительно ли перед вами пищевод или нет, надо просто пациента попросить сглотнуть слюну. И в этот момент на ультразвуковом сканировании вы увидите, как гиперхогенные включения, вот эта слюна, она пройдет по пищеводу, тем самым четко поймет, что перед вами пищевод. Но опытный специалист это замечает сразу. Вот тот же самый пищевод, только в продольном сканировании. Видите, действительно, для неопытного врача может быть проблема отличить это от узла щитовидной железы. Вот, теперь у меня некоторых интересных феноменах. Вот, например, посмотрите, я буду сегодня много показывать разных клинических примеров, они все нашего производства. Их у меня значительно больше, но учитывая то, что у нас с вами полтора часа, я отобрал ту часть, которую, в общем, можно будет сегодня посмотреть, обсудить. Вот, в данном случае перед вами пациент с аплазией левой долей щитовидной железы. То есть мы видим четко видимый перешейк, мы видим с вами правую долю, да, а вот здесь в этом месте у нас с вами прекращается перешейк. И дальше никакой левой доли мы не видим. Вот, то есть она не сформировалась эмбрионально. Ну, мы выносим этот диагноз, но в целом для данного пациента это абсолютно не является проблемой, потому что объем одной доли щитовидной железы у него, в принципе, равен практически объему всей нормальной щитовидной железы. И функционально эта железа абсолютно полноценна, но вырабатывает все, что нужно, и никак пациента лечить не нужно. Просто ему сказали о том, что так есть. Дальше несколько особенностей именно вот половых, да, то есть для мужчин характерно наличие достаточно широко разнесенных в стороны не очень крупных долей щитовидной железы, и они объединены длинным перешейком, который как коромысло соединяет эти две доли. И трахея у мужчин, ну, так уж она сложилась, она значительно толще чаще всего, чем у женщин, поэтому в такой ситуации мы с вами, допустим, как хирурги, мы понимаем, что и оперирует мужчину сложнее, поскольку расстояние между долями более длинное, да, и мышцы более мощные. Ну, вот на УЗИ четко здесь видно, как выглядит именно мужская железа. Есть одна такая вещь, которую я, я не знаю, как она правильно называется на УЗИ, но я ее называю про себя талия. Посмотрите, вот в данном случае мы видим, как у нас передний контур доли, правой доли щитовидной железы, вот как он проходит. Вот у нас с вами идет доля, посмотрите, как она прогибается четко, да. Мы видим, что мышца, короткая мышца шеи, стернотероидус, она как бы отпечатывается на поверхности щитовидной железы, продавливая в ней вот эту вот талию, вот этот изгиб. Ну, на мой взгляд, в таких случаях можно четко для себя сказать, что ткань щитовидной железы достаточно мягкая. То есть при многих аутоиммунных процессах в первую очередь железа становится достаточно такой плотной, и мы с вами видим, что исчезает талия. Если вы в этом месте вместо прогиба увидите, наоборот, выбухание, вы можете четко сказать, что есть признаки гиперплазии ткани щитовидной железы, чаще всего аутоиммунного происхождения. Наличие талии, наоборот, обычно показывает, что все в целом может быть неплохо. Дальше нужно вот о чем упомянуть. Когда мы смотрим чужие, присланные к нам, да, разные заключения врачей УЗИ, бывают, естественно, ошибки у всех. И вот по опыту можно сказать следующее, что саму щитовидную железу врачи достаточно хорошо описывают, они на ней внимательно концентрируются. Но все, что расположено рядом с щитовидной железой, выше нее, ниже нее, как-то вот, понимаете, часто исчезает из поля зрения врачей ультразвуковой диагностики, ну, линдокринологов, кто смотрит сам. Почему? Потому что чисто психологически мы сразу концентрируемся с вами на щитовидной железе. Нам хочется сразу на нее, понимаете, попасть и думать только о ней. Посмотрите, вот у пациента пирамидальная доля, да, то есть у нас, если вы помните, анатомию щитовидной железы, в ней существует две доли, да, объединенных перешейком. Так, сейчас я постараюсь вам это показать. И в центре вот перешейка у нас с вами отходит пирамидальная доля, длинная вот узкая долька, вот она идет вверх. Она идет до уровня подъязычной кости, обычно вот в этом месте заканчивается. На УЗИВ в оперечном сканировании вот она. Крайний вариант развития, когда в ней есть кисты, да, серединные кисты шеи. Вот еще, да, более тонкая, вот, вот пирамидальная доля, которая часто выпадает из поля зрения врачей. Кстати, в ней могут быть и опухоли, в том числе, и мы видим перечики таких пациентов. И вот та же самая пирамидальная доля в продольном сканировании. Поэтому, когда вы сканируете щитовидную железу, не забывайте, что вы обязаны не только сконцентрироваться на долях и перешейке, но и выше, и ниже железы обязательно провести сканирование. Ну, а теперь пойдемте уже, собственно говоря, будем разглядывать разные патологии. И обсуждать ее. Первое, ну и, наверное, наиболее частое заболевание в практике эндокринологов – это аутоиммунный тиридит. Для аутоиммунного тиридита, для воспалительного заболевания аутоиммунной природы щитовидной железы, характерно в первую очередь снижение эхогенности ткани железы. Посмотрите, вот в данном случае мы с вами видим, вот у нас с вами эхогенность мышцы. Вот эта мышца, вот она. И вот с вами у нас мы видим ткань щитовидной железы. Посмотрите, какая она темная. Она по цвету практически не отличается от ткани мышц. В некоторых местах, как вот здесь, например, вот здесь, она явно темнее, чем мышцы. Железа, заметьте, неоднородная. Существуют участки более светлые, участки очень темные, и участки умеренно темные. То есть это то, что называется выраженное диффузное изменение. Вот здесь хорошо заметно, что никакой талии в данном случае нет. Видите, как выбухает железа. То есть это признаки гиперплазии ткани. Типичный вариант аутоиммунного тиреидита. Вот тот же пациент. Сканирование продольное. Вы видите, опять-таки, что вот при передних отделах железа, вот здесь вот эхогенность железы, ее цвет. Одинаково практически, одинаковая эхогенность с тканью мышцы. То есть явно видно, что железа имеет более темный цвет, чем она должна быть. Ну, в норме, можно сказать, для данного пациента, наверное, вот эхогенность должна быть равна примерно вот чему-то вот такому, как здесь. Должен быть значительно светлее. Дальше посмотрите. Вот еще один вариант, другой пациент, аутоиммунный тиреид. Как по-разному изменяется структура железы на разных участках. Вот достаточно светлые пятна на железе. Вот, наоборот, очень темные пятна на железе. Вот это пятно, вот здесь. То есть выраженность воспалительного процесса, она везде разная. Здесь видна такая слоистость продольная ткани железы. Часто бывает так, что подобные изменения описываются врачами как узловые. Вот, например, вот это вот узел, вот это узло можно назвать, вот это, вот это. Но если вы у такого же пациента, у этого пациента, проводя УЗИ, повернете просто ультразвуковой датчик под 90 градусов в зоне вот этого как баллоцированного узла, вы, скорее всего, увидите, что там ничего нет. И никаких контуров в другой проекции данного образования вы не увидите. Ну вот, посмотрите, тот же пациент продольный. Да, вот эти темные пятна, они расплываются, превращаются в такие бесформенные структуры, как вот здесь. Видно, что это не настоящий узел. Это просто зона более выраженного воспаления и связанного с этим более выраженного снижения эхогенности. Более темный цвет приобретает железа. Дальше вот характерный симптом, который вы можете увидеть при этом утерите, подчеркнулись передние капсулы, видите, какая она светлая. На фоне темной щитовидной железы, вот это вот снизу щитовидная железа, а сверху вот эта темная, это мышца, да, как видите, разницы в свете почти нету. На этом фоне четко мы можем увидеть, как подчеркивается капсула, она такая становится гиперэхогенная. Ну, тоже один из симптомов. Дальше, посмотрите, вот другой вариант, а вот иммуноватерита, тоже, заметьте, талия достаточно сильно сглажена, да, у железы. Железа явно объем доли несколько увеличен, по сравнению с тем, что, наверное, было до заболевания. Мы видим, что структура ткани неоднородная, есть более темные участки, более светлые, но общий тон ткани, он более светлый. То есть, железа, в принципе, может сказать, что имеет эхогенный тип, да, то есть эхогенность, она нормальная, она не снижена в данном случае. Мы видим, что существует четкая разница в цвете, железа светлее, чем окружающие мышцы, между ними четкие совершенно, четкая градация. Но вот это вот образование, которое часто описывается как узел, по данным биопсии является просто участком воспаления, то есть это то, что называют псевдоузловое образование. Но надо помнить, что подобные узлы могут быть чем угодно, и когда вы выявляете подобные узлы на фоне аутоиммунного террита, если во всех проекциях они имеют четкий контур, и увидите, что это реально отграничено от остальной ткани железообразования, вы обязаны подтверждать его структуру с помощью тонкоигольной биопсии. То есть не очень правильно писать, глядя только на УЗИ, что перед вами псевдоузел, потому что вы не должны брать на себя эту ответственность во всех случаях. Где-то можно увидеть, я согласен, что бывает, что вы можете это сами сказать. Но чаще всего окончательный диагноз псевдоузел при аутоиммунном террите ставится все-таки после проведения тонкоигольной аспирационной биопсии. Ну вот тоже посмотрите, еще одна проекция, да, вот этот так называемый узел. Если вы посмотрите вот эту зону, вот эту часть, вы увидите, что некой четкой границы между узлом здесь и тканью железы здесь нет. Ткань как бы переходит в узел. Вот один из симптомов, то есть при некоторых поворотах датчика, вы видите, что исчезают четкие контуры. Вот здесь видно, что ткань как бы переходит в этот псевдоузел. Фактически это просто зона уплотнения в ткани щитовидной железы, сформировавшуюся в результате вот такого неравномерного течения воспалительного процесса. Ну вот, да, то есть посмотрите, как это выглядит при динамическом сканировании. Сегодня мы с вами рассматриваем статические картинки в основном, но вообще, конечно, идеальная ситуация, это когда мы с вами смотрим пациентов в движении. Да, во всех проекциях мы видим вот это узловое образование, но биопсия нам в итоге четко говорит, что перед нами всего лишь участок воспалительных изменений в ткани железы. Теперь несколько слов о диффузно-токсическом зобе, болезни Грейвса. Тоже достаточно частое заболевание. Значит, о чем нужно помнить? Ну, по ультразвуковой картине диффузно-токсический зоб очень похож во многом на аутоиммунный терридит, поскольку железа тоже имеет сниженную хогенность. Ну, вот, посмотрите, в данном случае мы видим, что переднее отдело щитовидной железы, вот у нас щитовидная железа, да, с вами. Переднее отдело железы имеет ярко выраженное снижение хогенности, вот это вот мышцы. Никакой талии здесь нет, железа явно гиперплазирна, идёт выбухание переднего контура железы. Железа имеет явно неоднородную структуру, здесь есть тёмные участки, вот есть светлые участки, есть, в принципе, почти из их хогенной участки. Подчёркнута передняя капсула, однозначно. Вот это вот одна из возможных картин при диффузно-токсическом зобе. Вот продольное сканирование, да, заметьте, как характерно изменена ткань, то есть множество мелких гипоэхогенных включений. Такая вот очень крупная крапчатость, которая бывает именно при всех аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Ну и то, что часто описывается термином тироидинферно, то есть щитовидный ад, это резкое усиление кровотока в ткани щитовидной железы, которое вы можете фиксировать с помощью докторского исследования. Оно на самом деле бывает достаточно выраженным и при аутоиммунном тиреидите, поэтому ориентироваться на степень вот этой выраженности кровотока и по нему ставить диагноз именно диффузно-токсический зоб перед вами или аутоиммунный тиреидит со снижением функций я бы не стал. Но тем не менее в качестве подтверждающего такого вот фактора вы можете это использовать. Ну вот здесь еще одна проекция. Вы видите, как резко усилен кровоток, множество сигналов, которые вы регистрируете в ткани железы. Дальше посмотрите, один из вариантов достаточно интересный, это пациент, который был оперирован достаточно давно по методике Николаева, когда производилось оставление ткани щитовидной железы в проекции возвратных гортанных нервов, то есть в задних отделах железы. Со временем эти остатки ткани щитовидной железы, они гиперплазировались, они округлились. И пациент сейчас на данный момент имеет вот такую картину, как будто бы это узел у нас отдельно лежащий, четко очерченный. И пациент был прислан с рецидивом тиреотоксикоза, что в принципе характерно, поскольку достаточно большой объем ткани оставлен. Был прислан на тонкую игольную биопсию, которой ему абсолютно не показано, поскольку то, что мы с вами видим, это никакой не узел, это просто остаточная ткани щитовидной железы, которая в зоне рубца вот так вот округлилась и выглядит теперь вот таким вот шариком. Это просто кусок ткани щитовидной железы. Пунктировать его это значит лишь доказывать еще раз, что перед нами диффузно-токсический зоб. Это и так видно. Ну вот тоже еще один из вариантов, да, наставленный участок ткани железы, тоже методика Николаева, но немного менее четкие контуры. Вот тоже еще один из остатков. Поэтому помните, что бывают ситуации, когда пациенты, особенно если не очень адекватно оперировали, то вы можете увидеть не два остатка, один справа, один слева, а бывает и 4, и 5, и 6. То есть железа при операции каким-то образом расчленяется на отдельные участки, а потом эти отдельные участки, каждый приобретает округлую форму, и в общем все вместе они выглядят как то ли узлы с метастазами, то ли отдельно лежащие узлы. Но опытный доктор обычно может отличить, что перед ним, узел или все-таки гиперплазированная остаточная ткань при болезни Грейса. Ну вот характерный симптом, что вот эти остатки, они очень-очень активно кровоснабжаются. Вы видите, при энергетическом доплеровском сканировании очень четкое усиление кровотока внутри остатка. И в общем понятно, что это не говорит о раке, это просто говорит о функциональной активности остаточной ткани. Дальше также хотелось бы напомнить, что при операциях, опять-таки не очень адекватно проведенных, если при операции по диффузно-токсическому зубу оставляется вот эта пирамидальная доля, а зачастую хирурги просто не замечают ее, они вот здесь у основания ее пересекают, и верхняя вся часть остается. Через некоторое время вы можете столкнуться в остаточной. Видите, вот эта доля пирамидальная, видите, как она резко гиперплазирована. Помните, я показывал буквально 10 минут назад, как выглядит нормальная пирамидальная доля. Вот она резко гиперплазирована. Мало того, что она очень неприятно пальпируется под кожей на передней поверхности шеи, мало того, что она косметически видна, это нехорошо, пациент страдает, она сама по себе может являться причиной развития рецидива тиреотоксикоза, потому что иногда количество тканей в этой доле настолько высоко, что его хватает для того, чтобы вызвать рецидив тиреотоксикоза. Дальше. Ну вот еще одна вещь, которую я хотел бы вам показать. Я не имею доказательств этой теории, это мои личные наблюдения, поэтому не судите меня строго. Ну вот перед вами картинка пациента, который лечился по поводу диффузно-токсического зоба, который прошел полный курс террористической терапии в течение полутора лет, которому была эта терапия отменена, и после отмены мы рецидива тиреотоксикоза не видим. То есть пациентка в данном случае находится в состоянии элотириоза, ну если можно так сказать, это не совсем правильно так говорить, вылечилась как бы от диффузно-токсического зоба. Вылечиться от иммунного процесса нельзя, но функция железы у нее находится в пределах нормы. Так вот посмотрите, что интересно. Во-первых, железа не очень крупная. У пациентки, да, объем железы близок к норме. Вот, находится, вернее, в норме. Дальше посмотрите, железа достаточно светлая. То есть мы видим, что железа светлее, чем ткань мышц. И выраженность диффузных изменений очень высока. Так вот, на мой взгляд, если вы присмотритесь к пациентам с диффузно-токсическим зобом поподробнее, особенно с помощью УЗИ, вы заметите, что те пациенты, у которых развивается рецидив тиреотоксикоза, они исходно отличаются от тех, во многом от тех пациентов отличаются, у которых не будет рецидива тиреотоксикоза. Ну, по статистике известно, что после курса консервативной терапии эутериоидное состояние возможно примерно у 30% пациентов, стойкое, да, после отмены тиреостатиков. Так вот, на мой взгляд, у таких пациентов обычно железа имеет меньший объем в общем, обычно менее выражены диффузные изменения, обычно эхогенность снижена не сильно или вообще не снижена, то есть железо светлые. И на фоне тиреостатической терапии вы видите, что объем щитовидной железы либо не растет, либо даже уменьшается, и эхогенность повышается, железа становится со временем более-более светлой. Вот именно у таких пациентов и возможно выздоровление. Одновременно у этих пациентов обычно менее высокий титр антител к рецептуру СТГ, у них практически никогда нет офтальмопатии у таких пациентов, они не курят, что характерно. Ну и в общем, в принципе, по УЗИ в комплексе с остальными исследованиями вы можете для себя примерно определить на старте терапии или в процессе лечения пациента, каковы ваши шансы на то, что результат будет стабильно хорошим, то есть что вы после полутора лет терапии отмените ее и получите и утериодное состояние. Помните, что если перед вами, допустим, пациент с диффузным токсическим зобом и объемом железы больше 40 мл, то в общем шансов особых на стабилизацию процесса, стабильное поддержание утериоза после отмены тереостатиков у вас нет, и такому пациенту предлагает что-то другое, а не длительное лечение террористическими средствами. То есть надо либо оперировать, либо делать радиоактивный йод, но при объеме железы больше 40 практически невозможен успех консервативной терапии. Это тоже вам поможет сделать УЗИ. Ну вот тот же пациент, который выздоровел как бы в кавычках от диффузно-токсического зоба, видите, достаточно светлая железа, достаточно небольшая, с достаточно невыраженными диффузными изменениями. Вот другой вариант. Посмотрите, пациент был пролечен по поводу диффузно-токсического зоба с использованием терапии радиоактивным йодом. Методика, которая до сих пор зачастую пугает почему-то наших врачей. Вчера буквально видел пациентку, которая ко мне к хирургу пришла, чтобы я ей сделал операцию, а я хирург ей долго объяснял, что в общем мне бы хотелось, чтобы она полечилась радио-йодом, но на все мои убеждения, что это очень здорово, что это хорошая и безопасная методика, пациентка отвечала мне, она говорила, нет, 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 только ни радиация, ни в каких видах, вообще обсуждать с вами это не будем. Вроде не жила в Чернобыле и вообще, в принципе, не коснулась ее радиационная тема. Тем не менее, страх какой-то исторически остался. Я попросил ее, тем не менее, подумать, не знаю, может она слышит сегодня, подумайте, пожалуйста, потому что операция все-таки это крайняя методика, крайний вариант лечения. Вот посмотрите, что бывает с железой после терапии радио-йодом. Во-первых, у нее резко уменьшается объем. Это успешная терапия радио-йодом. Пациент получил гипотиреоз в результате терапии радио-йодом, то есть железа была подавлена в своей функциональной активности, что, собственно, и хотелось. Маленькие доли. Эхогенность очень резко снижена, железа почти черная. Видите, подчеркнута капсула. Талия видна даже, да, тут железа не увеличена. Ну и, в принципе, на мой взгляд, когда вы лечите пациента с диффузно-токсическим зубом радиоактивным йодом, достаточно интересно на этапах после лечения, вот это после выдачи радиоизотопа, смотреть объем щитовидной железы. И если объем щитовидной железы у вас прямо на глазах начинает резко снижаться, то это обычно благоприятный симптом, показывающий, что успех у терапии, скорее всего, будет. То есть, когда у вас в 2-3 раза падает объем, причем это происходит очень быстро, через месяц, 2-3, вы уже видите резкую динамику, это хороший симптом, будет вас радовать. Ну вот та же самая история, да, тот же пациент, только продольный скан, темная, черная почти железа, выраженная диффузная, неоднородная, ну вот последствия терапии радио, ничего страшного с пациентом не случилось, пациент живет совершенно замечательно. Тем не менее, железа выглядит темной. Дальше посмотрите, вот на фоне сниженной эхогенности ткани самой щитовидной железы, видите, какая черная железа, даже темнее, чем окружающие ее мышцы, вот она прям темная совсем. На этом фоне хорошо виден гиперэхогенный узел, да, такой вот он светлее, чем остальная ткань, щитовидной железы, имеет четкий ободок холло, темный ободок. Вообще, обычный ободок холло, такой тонкий темный ободочек по краю узла, является признаком, ну, более характерным для доброкачественных образований, если он тонкий, непрерывный, имеющий одинаковую ширину на разных участках, вот. Ну, вот в данном случае мы видим с вами узел, безусловно, для того, чтобы определиться с тем, что делать с таким пациентом, конечно, нужна тонкая игольная биопсия. Другой вариант узла, да, на фоне диффузно-токсического зоба, хорошо заметного, опять-таки, ткань железы, видите, очень выражена гиперэхогенно, по эхогенности практически не отличается от окружающих мышц, но на фоне вот этой ткани четко видна анахогенная структура, то есть кистозно-трансформированный узел. Вот это вот черное практически место, да, это анахогенная зона, то есть зона скопления жидкости, так выглядит жидкость на узе. В центре этой кисты мы видим какой-то остаток ткани, живой или сгусток какой-то плавающей, ну, и вот, соответственно, четкий контур, имеющий киста, лежащая в перешейке, прекрасно видимая на фоне темной и неоднородной щитовидной железы при диффузно-токсическом зобе. Теперь несколько слов о подостром терите, терите для кервена. Вот мне кажется, это заболевание одно из тех, при котором использование врачами, самими врачами, эндокринологами УЗИ, резко меняет тактику лечения. Надо понимать, что я вам сейчас покажу несколько пациентов, разных пациентов с подострым теритеем. Это не частая болезнь, но, тем не менее, приходится достаточно нередко ее видеть. И моя выборка пациентов, она может отличаться от вашей выборки тем, что я вижу практически всегда пациентов с рецидивами. То есть я все-таки хирург-эндокринолог, и, естественно, пациенты немножечко боятся меня, потому что они понимают, что я хирург, но и ждут, наверное, что я буду сразу им предлагать операцию. И ко мне они идут в крайнем случае. Но я вижу очень много пациентов с рецидивами. И, на мой взгляд, одна из основных причин рецидивов это не учет ультразвуковой картины эндокринолога. Когда преднизолон, назначенный совершенно справедливо в правильной дозе, начинает либо отменяться, либо снижаться его доза до той поры, когда у пациента происходит реальное улучшение ультразвуковой симптоматики. То есть, врач ориентируется в снижении дозы на симптомы отсутствия болей. Отсутствие боли, как вы знаете, случается буквально в первый день, после начала приема преднизолона. Врач ориентируется на снижение соя, а соя падает тоже очень быстро. Но врач абсолютно не учитывает ультразвуковую картину. Происходит резкое снижение или быстрое снижение дозы преднизолона, потом рецидив, потом еще одна попытка лечения, опять быстрая отмена. Ну и обычно после двух-трех таких попыток отмены даже бывают врачи-эндокринологи говорят, ну а теперь бы тебе, голубчик, неплохо сходить к хирургу. Потому что, как я всегда говорю, существует одна методика, которая лечит все болезни щитовидной железы, это ее удаление. И, видимо, врачи-эндокринологи ждут от меня, что я буду сразу назначать таким пациентам операцию. На самом деле, мы обычно проводим еще один, на уже намного более длительный курс терапии преднизолонным, в результате которого 99,5% наших пациентов подростовотерита излечиваются. И на моей памяти я помню три случая тиреодектомии по поводу подростовотерита. Это большая-большая редкость. Ну давайте посмотрим. Подростовотерит, все помнят, да, как он возникает. Это заболевание, которое появляется после перенесенной обычной вирусной инфекции через 3-4 недели. Чаще всего в анамнезе у пациентов есть какой-то ОРЗ или грипп, и расспрашивая их, можно узнать, что они немножко болели, простывали. Потом через 3-4 месяца в силу активации иммунной системы происходит вот такое воспаление аутоиммунной ткани щитовидной железы, которое сопровождается реальными болями. Эти боли бывают в покое, эти боли усиливаются при движениях, эти боли могут отдавать и в челюсть, и вниз. И существует субфибрильная температура в момент вообще достаточно мучительное состояние. И в моей жизни был случай, помнится, однажды пришла ко мне пациентка, которая 3 месяца ходила по Петербургу, искала среди врачей, не эндокринологов, правда, к эндокринологам нет претензий, искала причины своего очень плохого состояния, и в момент, когда она ко мне пришла в кабинет, она мне сказала, знаете, доктор, вы вот моя последняя надежда, если вы не решите мою проблему, я покончу жизнь самоубийством. То есть я понимаю, что может быть это была просто пустая угроза, но тем не менее было видно по ней, как она устала от этого 3-месячного мучения. Ну и в общем, ситуация, как обычно, решилась достаточно просто, да, через несколько часов после приема таблеток под низоволона первых у нее боли ушли, и она, конечно, была шокирована скоростью исчезновения симптомов. Но помните, что в таком случае, если к вам приходит пациент с типичной клинической картиной, в этот момент вы еще можете не иметь в руках анализа крови на соя, которая вам подтвердит, что перед вами подостатерит соя реально повышается, там, цирреактивный белок можете пройти, он тоже очень высок. Можете увидеть транзиторный териотоксикоз, ну, не мне вас учить, да, медакинологи все знают симптомы подостатерит, но тем не менее, в первый момент вы можете не иметь перед собой никаких абсолютно лабораторных признаков. но если у пациента положите и сделаете ему УЗИ, вы подостатерит увидите своими глазами. Итак, как он выглядит? Первое. В ткани щитовидной железы возникают зоны выраженной неоднородной структуры со сниженной эхогенностью, имеющей фистончатые изъеденные неровные контуры. Ну, вот в данном случае вот зона более выраженного воспаления, вот здесь, да, вот здесь, заметьте, четко видно, как сильно изменена ткань железы. Дальше, посмотрите, вот подостатерит. Вот здесь у нас более или менее нормальная эхогенность, но снижена чуть-чуть по сравнению с нормой, но тем не менее, более-менее светлая железа. А вот зона резкого видимого воспаления. Ну, я не знаю, кто-то придумал этот симптом для меня или нет, но я для себя придумал такой симптом. Вот, если вы лично делаете пациенту ультразвуковое исследование, вы видите вот такую зону снижения эхогенности. Если в этой точке, проводя УЗИ, вы нажмете датчиком, вы увидите болезненность. Потом вы смещаете датчик в зону, где эхогенность более высокая, ткань железы более однородная, и, как бы, пальпируете шею этим датчиком, спрашивая пациента, какая будет при этом у него симптоматика. Вы увидите, что в тех зонах, которые гипоэхогенны, пациент будет проявлять жалобы на болезненность при пальпации датчиком, а в зонах, которые более светлые, он будет реагировать на вашу пальпацию датчиком значительно более спокойно. На мой взгляд, такой достаточно интересный характерный симптом. Полуультразвуковой, полупальпаторный. Ну вот тоже, подростый тередит, продольное сканирование, темная железа, вот зона резко выраженного такого воспаления. Пальпация руками в данном месте даст максимальную болезненность. Вот, да, посмотрите, вот более или менее нормальная ткань железы, да, а вот эта зона латерально расположена, четко отграниченная эта ткань. Это вот типичный вариант подростого тереица. Вот с чем к вам придет пациент в начале заболевания. Это именно начало, активность видна, четкая гипоэхогенность, прямо темные зоны, резко отграниченные от остальной ткани железы. Да, вот, посмотрите, да, вот зона воспаления, вот здесь зона воспаления. Видно, что вот это, вот этот участок, он реально болеет, а вот здесь все намного лучше, более светлые зоны. Вот тоже начало, да, подростый тереид, с чем приходит. Вот резкое, резкое, видно, что гиперплазировано в этом месте железо. Вот здесь видна талия в каком-то виде. Железо достаточно светлая, и потом возникает зона воспаления, резкое увеличение объема железы, подъем контура, и гипоэхогенная зона здесь. С этого вы начинаете лечение. Соответственно, это то, что должно исчезать на фоне вашей терапии. И вы контролируете ультразвуковую картину на этапах лечения поднизолоном и начинаете снижать дозу поднизолона не только тогда, когда у вас соя нормализовалась и симптомы исчезли, это будет рано обычно, а вы начинаете снижать дозу поднизолона, тогда гипоэхогенные зоны становятся более светлыми и исчезают, начинают полностью практически рассасываться. Вот тоже зона, да, показывает, четко зона видна при подостром теридите. Заметьте, как он отличается от диффузно-токсического зоба аутоиммунного теридита. При диффузном зобе токсическом и при аутоиммунном теридите у вас изменения обычно охватывают всю ткань железы. В той или иной степени вся железа страдает. При подостром теридите бывает, что зоны воспаления четко видны, а остальная ткань более или менее однородна. Она всегда немножко изменена, но, тем не менее, виден четкий градиент между воспаленной и невоспаленной тканью железы. Дальше посмотрите, вот тоже зона, да, лечение начато, зона начинает светлеть, уже нет такой вот явной, как бы, картины, изменений. Вот, посмотрите, да, лечение проводится, зоны начинают исчезать, железа становится более светлой. это признак того, что вы на правильном пути и вы уже можете обдумать, но, наверное, надо уже снижать дозировку постепенно. Вот, да, тоже видно, остаточные изменения. Вот здесь еще есть некий воспалительный процесс, здесь уже все стало лучше, то есть, вы на правильном пути, опять-таки, плавное, медленное снижение дозы уже возможно. Не при выраженной гипоэхогенности, при выраженной вы будете неправы, и у вас возникнет рецидив болевого синдрома. Вот, тоже, да, посмотрите, яркая картина подростковой тереидита. Вот здесь уже как-то ситуация стала улучшаться, вот здесь еще видны зоны на воспаление. Вот при наличии вот таких зон снижать дозу преднизолона рано. Держите пациента. Я обычно использую 20 мг в сутки, этого вполне достаточно. Держите пациента на этой дозе, от нее никто не умирает. Дайте железе стать более светлой, тогда начинаете снижение дозы. Вот, тоже, да, видно уже, вот, тканец начинает становиться более светлой, здесь тоже уже начинает светлеть, но еще не до конца. Вот, посмотрите, интересная тоже особенность, пациент, который перенес третий рецидив на подросток тереидита, приходит к нам с картины снова появившегося болевого синдрома. Вот такие вот незначительные изменения. Вот здесь, вот тут немножечко, но тем не менее пациенту больно, пациент боится. Ну, что в таком случае, нужно оперировать? Нет, конечно. В подобной ситуации мы снова назначаем преднизолон, проводим курс еще раз, добиваемся устранить симптоматики, дальше крайне медленно, за несколько месяцев, мы плавно, 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 по чуть-чуть уходим от этой терапии, и, в общем, пациент живет дальше нормально, с сохраненной щитовидной железой. Вот тоже, посмотрите, тот же самый пациент, вот эти зоны, которые болят. Выраженность, как видите, не очень сильная, снижение эхогенности не очень значимое, потому что пациент уже провел два курса лечения, тем не менее, некая симптоматика есть, и нужно провести еще один курс. Вот, тот же пациент, гипоэхогенные зоны, вот, он же, соответственно, еще участки, в другой доле, вот здесь, зона, где болит. Дальше, посмотрите, что бывает с пациентами, когда они перенесли терапию по поводу подостового терридита, перенесли ее успешно, у них устранен весь болевой синдром, но железа не полностью вылечилась. Вот пациент через пять лет после терапии подостового терридита. Ну, вот, вот, контур доли, да, продольное сканирование, вот здесь мышцы видны, да, вот, здесь виден сзади пищевод, и вот эти темные, темные такие вот зоны, вот раз зона и два зона. Вот то, что осталось. Они не болят, не приводят к повторным каким-то воспалениям, но их видно, то есть определенные рубцовые или какие-то изменения остались, ну, видимо, останутся навсегда. Кстати, если нас сейчас смотрят врачи, кто за кодиагностики, посмотрите, по этому снимку видно, я немножко специфически смотрю на аппаратах пациентов, я выключаю все вспомогательные практически режимы аппаратов, то есть я смотрю нативную картинку, многим врачам УЗИ сейчас может быть немножко непривычно смотреть, потому что структура железа очень зернистая, при объединении нескольких кадров в единый, как это сейчас делают современные аппараты все, картинка становится более такой плавной, менее зернистой, но я привык смотреть по-другому, мне не нравится, когда машина обрабатывает изображение, которое я вижу, я смотрю вот так, как здесь, то есть более сырое изображение, более зернистое, более крапчатое, но мне так удобнее, поэтому не удивляйтесь, это просто то, как я смотрю, я могу сделать его плавным, но мне не нравится. Вот та же самая история, пациент через 5 лет после лечения подростатирита, вот такие вот остаточки. Ну и вот заметьте, что интересно, что в отличие от ампердиффузно-токсического зова, даже на ранней стадии подростатиритита у вас восклиризация железы не усилена. Вот видите, вот зона воспаления, наиболее выраженная, здесь болит сильнее всего, и в этой зоне нет никакого усиления кровотока. Вы тоже сразу можете увидеть разницу между диффузно-токсическим зобом и подростатиритом, даже по восклиризации, хотя, в общем, ее изучать совсем не обязательно в данном случае. Вот тоже еще одна картина, да, видите, восклиризация ткани никак не усилена. Вот. Оказалось бы, такое могло быть, но и преподростатиритит не характерно. Теперь несколько слов о доброкачественных узлах. Ну, давайте посмотрим сегодня с вами картинки. На самом деле, одна из целей, которую я сегодня преследую, просто показать вам много изображений с некоторыми комментариями, потому что понятно, что есть классификация террация, понятно, что у нее есть несколько версий, вы, если изучаете, интересуетесь УЗИ, знаете, я об этой классификации говорил, сейчас существуют разные ее уже версии. Но, тем не менее, она реально эффективно работает, но я хочу сегодня поставить несколько другую цель, чтобы мы с вами посмотрели хорошие, как я их про себя называю условно, и плохие узлы, и вы хотя бы научились по представленным вам изображениям, если вы сами не смотрите на УЗИ, хотя я уже говорил, что это не очень здорово, вы должны видеть некоторые признаки, которые вам говорят, что УЗИ плохой, в кавычках, то есть риск злокачественности высокий, и в то же время понимать, какие признаки наоборот вас успокаивают. Ну вот перед вами, например, доброкачественный, коллоидный УЗИ. Этот диагноз подтвержден тонкоигольной биопсией. Как он выглядит? Во-первых, он достаточно светлый, видите, вот зона внутренней, его ткань, достаточно светлая. Вот темный ободочек по краю идет, не очень четко видимый, но он есть. УЗИ имеет круглую форму, такую овальную, липсоидную, но она достаточно равномерная в нем. И вот зона кистозной трансформации в центре УЗЛа, то есть достаточно характерная ситуация. Вот посмотрите, четко видна кистозная трансформация, появление жидкости в УЗИ, что в принципе хорошо. И появление кисты снижает риск РАКа, и наличие ободка холос снижает риск РАКа. То есть в принципе достаточно спокойный, выглядящий доброкачественный УЗИ. Вот, например, чистая практически киста, анахогенное образование, достаточно четкие контуры. Видно, что вот сонная артерия, она продавливает в этом УЗЛе определенную такую бороздку для себя. То есть это такая не сильно плотная, наполненная жидкостью киста, которая чаще всего даже не требует биопсии. Дальше, ну вот тоже, кистозно-трансформированный УЗЛ. То есть анахогенное образование, в нем не видна никакая солидная ткань УЗЛа, да, у него четкий контур, и такие образования биопсии можно не подвергать, потому что они очень редко бывают РАКом. Ну вот другой вариант, да, тоже, кстати, УЗЛ доказано доброкачественный, но УЗЛ достаточно старый, и УЗЛ претерпел несколько кровоизлияний в свою ткань с последующим рубцеванием в зоне кровоизлияния. И заметьте, что эти кровоизлияния не проходят для нас даром, и для УЗЛа не проходят даром. Появляются вот такие кальцинаты, вот это макрокальцинат. Видите, это гиперхогенное включение с акустической тенью, идущей назад. Вот эта темная полоса, это акустическая тень. Макрокальцинаты больше характерны для доброкачественных узлов. Я сейчас вам покажу исключение из этого правила, но в целом макрокальцинат не говорит о том, что перед нами обязательно РАК. Мы видим достаточно ровный контур узла. Мы видим, да, что он гипоэхогенный, но он не совсем черный. То есть, вот здесь зона сниженной эхогенности, вот здесь темнее, чем рядом ткани железы. Но зона совсем резкого снижения эхогенности только здесь. В целом, я не могу сказать, что видя такой узел, вы будете спокойны. Понятно, что вы будете подтверждать диагноз с помощью биопсии, но помните, что иногда вот так вот не очень симпатично выглядят совершенно доброкачественные узлы, которые просто очень долго живут вместе с пациентом, которые тоже болеют по-своему, в них возникает кровоизлияние, и потом они заживая вот так деформируют узел, вызывают вот такие белые вот пятна. Вот тот же самый узел, да, в другой проекции. Вот тоже видна зона еще один, кальцинат дающий тоже акустическую тень. Вот этот же узел, да, такие линейные зоны гиперхогенные. Понятно, что узел такой мы проверили. Заметьте, что он достаточно мягкий, видите, то он не продавливает мышцы практически, чуть-чуть ее приподнимает. Ну, то есть, как бы, большой плотности узля нету, его как-то так мышцы сформировали для себя по своему контуру. Вот, типичный доброкачественный узел, да, четкий контур, ободка халлоу выраженного нету, но есть достаточно светлая ткань. Заметьте, посмотрите вот на эту зону, вот на эту ткань, и вот сюда. Ультразвуковая структура, рисунок ткани, вот это вот чередование светлых и темных пятнышек, оно в целом похоже, это характерно для доброкачественных узлов. Обычно внутренняя эхогенность, вот, например, посмотрите, вот здесь вот рисунок ткани, и вот рядом, буквально вот тут, вне узла, они почти одинаковые, просто вот здесь чуть-чуть темнее. Вот это сохранение ультразвукового паттерна, вот этого рисунка ткани, в коллоидных узлах, это один из таких очень благоприятных симптомов. Ну и опять-таки, здесь мы видим с вами наличие зонки кистозной трансформации. Весьма благоприятный узел, маленький, при таком размере тоже не требующий еще биопсии. Дальше вот доброкачественный узел, опять-таки, с выраженной кистозной трансформацией, некрупный, вот солидный компонент в этом узле, но не говорящий о том, что это обязательно рак. Если сомневаетесь, можете подтвердить строение узла с помощью биопсии. Другая интересная особенность, большой узел, посмотрите, вот это вот все, вот это все, вот это вот это вот это, вся вот эта доля, это все большой коллоидный узел. Значит, он при этом коллоидный, он доброкачественный, никакой опасности для пациента он не представляет. В нем видна вот такая слоистость, видите, вот такие как линейные слои в нем идут. Достаточно часто бывает в крупных узлах. Заметьте, что он имеет потенциал роста, он как-то хочет увеличиваться в размерах, вот он занял всю левую половину шеи, видите, вот он сильно приподнимает мышцы, видите, вот он выбухает, он натягивает их. В продольном сканировании видно, что он занимает всю долю абсолютно, вся доля занята узлом, видны зоны вот эти вот маленькие, кистозные трансформации, что тоже характерно. И вот посмотрите, картина сдавления трахеи, да, узел отдавливает трахею, вот средняя линия, где находится средняя линия, в том месте, где у нас с вами смыкаются короткие мышцы шеи, вот, да, этот край, вот у нас внутренний край, средний, то есть коротких мышц шеи, вот здесь находится средняя линия, то есть трахея должна была находиться вот по этой линии. Вы можете эту зону, вот эту вот спаечку между, ну, вместо соединения мышц четко увидеть на УЗИ. И дальше вы просто можете прямо на экране заметить расстояние вот отсюда, до этой зоны, и высчитать, на сколько сантиметров в сторону у вас отдавлена трахея. Но посмотрите, как трахея изменена, вот ее полукольца, они сплющены, вот. Дальше вы можете измерить наружный размер трахеи, вот отсюда, да, вот до суда. Вычесть примерно по 3 миллиметра с каждой стороны на толщину стенки трахеи, понять, в принципе, уже по ультразвуку, какой внутренний диаметр имеет трахея. То есть многие формы компрессии трахеи вы можете увидеть уже на УЗИ. И в этом случае, на мой взгляд, необязательно подтверждать наличие компрессии с помощью компьютерной томограммы, которая, в общем, дорогая, и, что очень важно, является все-таки рентгеновским, то есть неполезным методом исследования, в отличие от УЗИ. Поэтому вот здесь вот четко видна компрессия трахеи, с пациентом обсуждается уже, собственно говоря, оперативное лечение. Вот, ну, посмотрите, вот еще один доброкачный узел, наоборот, обратная ситуация, узел из эхогенной, узел светлый, с темным ободочком, видна четко характерная слоистость такая внутри, да, то есть структура на всем, протяжение узла достаточно упорядоченная, разнообразная, ну, и, в общем, тоже узел весьма не опасный. Узел достаточно эти плотненькие, приподнимает контур, передний контур щитовидной железы. Вот. Дальше вот тоже узел доброкачественное, но тот узел, над которым вы подумаете сильно. Вот в этой зоне, вот я бы сказал справа, у нас все достаточно неплохо, слоистость видна, узел светлый. Дальше вот появляются белые точки, снижение эхогенности, что особенно меня беспокоит вот этот изгиб. Видите, раз, и узел пошел, контур пошел вниз. Видна не круглая форма узла, а какая-то деформация, изменение. Вот в таком случае вы будете очень внимательно подходить к этому пациенту. Вот одна из задач УЗИ заключается в том, что вы можете с помощью своих собственных глаз проверить, что вам говорят врачи-морфологи. Тот диагноз, который вам предлагают врачи-морфологи, вы можете глазами сопоставить с тем, что вы видите. Вам сообщают, что это коллоидный узел. Вы смотрите пациента на УЗИ и видите, что да, вот если бы вот эта зона была только здесь, вы бы, наверное, сказали, что это безопасно. Но когда видите вот это выбухание, снижение эхогенности вот здесь вот, выраженное снижение, вот в этой зоне, где я сейчас стою дать указателям, железа темнее ткани узла темнее, чем вот здесь мышцы. То есть это называется выраженное снижение эхогенности. Она темнее, чем мышцы. Вот эта белая точка очень похожа на микрокальцинат, который характерен для популярного рака. Вот будь я в данной ситуации лечащим врачом, я бы запросил повторную биопсию, четко из данной зоны, потому что меня бы не удовлетворил один результат биопсии, я бы не успокоился, скажем так. Видно, что узел плотный, заметьте, видите-ка, он приподнимает передний контур доли. Да, может быть, коллоидный, но лучше бы проверить еще раз. Ну, дальше посмотрите, интересная вещь, это то, что называется, вот эти флажочки, маленькие такие, как треугольный, с хвостиком назад, это симптом, это называется хвост кометы, его надо уметь отличать от микрокальцинатов. Узел в целом хороший, доброкачественный, ободок холой есть, есть зона анехогенная в центре, черная, это зона кисты, и вот такие беленькие, вот, как, такие, не знаю, запятые, такие, которые называют, поэт и УЗИ называют симптом хвостокомета, характерен для доброкачественных узлов, в первую очередь. Дальше, посмотрите, ну, вот тоже, да, множественные коллоидные узлы, вот узелочек, вот узелочек, вот узелочек, их много, они занимают всю практически долю, щитовидной железы, есть гиперхогенные включения, вот такие, вот здесь, вот это не микрокальцинаты, гиперхогенные включения, характерные для узлов с густым коллоидом внутри, и они покрывают тканчатой видной железы, вот видно, что в них внутри видна слоистость такая характерная, то есть, несмотря на то, что их много, все эти узлы имеют размер до 7-8 мм, и при таком их ультразвуковом строении показаний к тонкоигольной биопсии их нету пока, это вот вчерашняя пациентка, что я смотрел, со вчерашнего приема, набрал. Вот, соответственно, тоже, да, доброкачественный узел, ровный контур, умеренный гиперхогенный узел, он темный, но мышца все равно вот лежащая рядом темнее, чем он, и вот четко видимо, симптом хвоста кометы, как бы точечка с таким хвостиком, идущим назад, белая, сейчас дальше покажу, для чего она характерна, обычно, вот тоже доброкачественный узел, один из самых лучших вариантов, какой возможно, слоистость четкая видна, видите, такой вот, явно слоистый, горизонтальные слои в узле видны, четкий контур, ободка холло, явно выраженного нет, вот эта внутренняя слоистость, более характерна для доброкачественных узлов, сразу вас успокаивает, когда вы ее видите. Вот тоже еще один вариант доброкачественного узла, неоперированный, но подтвержденный биопсией, кистозная трансформация, достаточно округлый контур узла, почему узел достаточно безопасный. Вот самый безопасный вариант, который часто встречается у детей, вот такие вот, как хотите называйте, кисты, расширенные фолликулы, то есть округлое анахогенное образование с четкими контурами, имеющими гиперхогенное включение в центре. Оно обычно одно, это гиперхогенное включение, если вы такой узел разрежете, вы там не найдете, ничего, никаких белых точек там не будет, там будет просто густой гель, и вот почему-то возникает такой ультурозвуковой феномен, такое вот, белое такое включение. Вот тоже вы видите такая же ситуация. Весьма часто подобные анахогенные включения бывают у детей, вот в раннем школьном возрасте, по моим наблюдениям, особенно в нижних полюсах щитовидной железы, иногда они являются причиной большого количества обследований, иногда даже пациенты приходят с направлением на операцию в детском возрасте из-за наличия таких кисточек, ну в целом это не болезнь, лечение это не требует, биопсия в данном случае не нужна, уж понятно, не нужна операция. Еще одна проекция такого же пациента, видите, множественные мелкие узелки, которые просто требуют наблюдения, ничего больше. Вот здесь та же история, да, вот узелочек гипоэхогенный, вот зона кисточной трансформации, ну и вот узел с практически полной кисточной трансформацией. Заметьте, что несмотря на наличие раз, два, трех узлов, передняя поверхность капсулы железы практически не изменена, то есть эти узлы настолько мягкие, что мышцы тонкие, короткие мышцы шеи, они очень тонкие, они продавливают их, исплющивают их. Такие узлы выглядят весьма и весьма безопасно на узе. Вот тоже доброкачественный узел, вот видно, судя по кровотоку, живая ткань узла, которая функционирует, а эта зона уже погибла, деструктировалась, кисточно трансформировалась, это просто обычный коллоидный узел на определенных этапах своей инволюции. Теперь несколько слов об узлах с функциональной автономией. Докринологи знают, что функционально-автономные узлы практически всегда бывают доброкачественными. Ну вот посмотрите, типичный доброкачественный узел, видна кисточная трансформация, вот его контур узла, он достаточно большой, и вы посмотрите, множественные симптомы хвоста кометы. На мой взгляд, это один из таких характерных признаков функциональной автономии узла. Вот тот же самый узел, вот в раз, хвост кометы, два, три и так далее. Их надо уметь отличать от микрокальцинатов. Тот же самый узел в допперовском режиме, ну и вот картинка, смотрите, наиболее показательная. Мы видим смешанный тип кровотока, перинодулярное усиление кровотока видно, и выраженное усиление кровотока в самом узле, показывающей его функциональную активность. То есть в этом узле активно вырабатываются гормоны, он сам является поводом для определенного лечения, либо это будет терапия радиоэдом, либо операция. Ну, что уже тут решит доктор в данной ситуации. Несколько слов о фолликулярных опухолях. Фолликулярные опухоли это собирательные понятия. Это те узлы, при биопсии которых мы получаем ответ из четвертой группы классификации БТС, то есть фолликулярная неоплазия. Риск злокачественности по разным данным оценивается от 15 до 35%. В нашей клинике при фолликулярных опухолях риск злокачественности примерно от 16 до 20% в зависимости от года. В среднем, где-то около 18. И понятно, что такие узлы могут быть как фолликулярными аденомами доброкачественными, так и фолликулярным раком, мало и широко инвазивным, так и фолликулярным вариантом папиллярной карциномы. Поэтому, когда вы получаете пациент с ответом фолликулярной опухоли, вы, безусловно, делаете им УЗИ, уже понимаете, что его придется оперировать. Так положено. Но УЗИ в данном случае может вам помочь до операции или перед самой операцией сложить свое неофициальное мнение на тему того, эта фолликулярная опухоль, как бы, как я называю, хороший в кавычках или плохой фолликулярный опухоль. То есть вы реально там сильно опасаетесь проблем или нет. И вы смотрите на некоторые настораживающие вас признаки, которые могут повышать или снижать риск рака в данных опухолях. Ну, вы посмотрите, например, в данном случае. Вот микрокальцинат. Белая точка в УЗИ, не имеющая акустической тени. Да, УЗИ в целом выглядит не так уж плохо. Умеренная гипоэхогенность, но наличие микрокальцината сразу настораживает меня. И я начинаю подозревать, не фолликулярный ли вариант это папиллярный карцином. Опять-таки, вчерашняя пациентка пришла с вопросом, можно ли не оперироваться, не скажете ли вы мне доктор неофициально, может быть, вы посмотрите и скажете, что стоит делать. Глядя вот на это, я сказал, знаете, в данном случае я за операцию. И постарался убедить ее, что операция реально необходима, как минимум, по причине наличия вот этого микрокальцината. Я к нему отношусь всегда очень серьезно. Вот другой вариант, то есть пациент с достаточно светлым узлом. Опять-таки, да, вы будете его оперировать, но, на мой взгляд, это просто обычный вариант фолликулярной опухоли. Чаще всего, кстати, фолликулярные опухоли, ну, они бывают кистозно-трансформированные, но в основном они имеют соленое строение, если, конечно, диагноз фолликулярной опухоли правильно ставится морфологами. Вот, да, тоже фолликулярная опухоль, совершенно другая, заметьте, да, светлая, занимающая большую часть доли. Вот. Ну, да, тоже потребуется операция, но я лично ничего настораживающее особо в таком узле не вижу. Другая история. Мне, вот, первый узел не нравится, несмотря на то, что он фолликулярный опухоль, что мне не нравится. Во-первых, он темный, он темнее вот здесь, чем мышцы вот тут. Во-вторых, посмотрите, что в нем. Вот мы идем по его контуру, мы идем, он круглый, 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 здесь круглый, тут круглый, а дальше вот эта ступенька, видите, раз, вниз, два, вот видите, да, четко видна ступенька. И вот здесь такой же выступ небольшой. То есть узел в данном случае перестал притворяться круглым. И видно, что он, ну, как бы растет, не равномерно раздвигая ткани щитовидной железы в сторону. Это характерно для доброкачивающих узлов. А он как бы инвазирует ткани, видимо. И особенно видно разницу в степени инвазии вот тут, вот здесь и вот здесь. Видно, что есть некий уступ. Очень часто так выглядит папиллярная карцинома щитовидной железы. Дальше, ну вот посмотрите, что по поводу воскулиризации узлов. Очень часто к нам приходят пациенты, у которых единственным поводом для визита к хирургу-эндокринологу является выявление усиленной воскулиризации возле. Пациенту говорит, вы знаете, узел у вас кровоснабжается, бегите срочно что-то с этим делать. Вот сейчас я буду вам показывать много картинок с воскулиризацией в реально злокачественных, очень опасных опухолях. Вы увидите, что практически всегда она отсутствует. Поэтому, понимаете, усиление кровотока ни о чем не говорит. Так же, как и исчезновение кровотока, отсутствие его в узле. Я вообще не считаю, что воскулиризация является важным каким-то феноменом. Я смотрю ее не у всех пациентов, на самом деле. В режиме серой шкалы, то есть в B-режиме, без исследования кровотока, уже очень много чего можно сказать. Вот в данном случае мы видим с вами смешанный тип кровоснабжения узла, а бодочек светится и в центре. И опять-таки, при наличии диагноза фолликулярная опухоль, при нормальном, периодном статусе, вы такого пациента пошлете на операцию. Без каких-либо точнее. Вот. Тоже, на мой взгляд, плохая фолликулярная опухоль. По данным биопсии, фолликулярная опухоль. Во-первых, смотрите, вот здесь цвет и вот здесь. Узел имеет как бы двухцветную картину. Вот это микрокальцинат, на мой взгляд. И дальше, опять-таки, смотрите, вот здесь у нас справа круглый контур, а вот здесь у нас есть явная ступенька. Вот здесь вот, в том месте, где я сейчас показываю. Вырос ткани вот здесь возле. Меня это настораживает. Я вижу, что узел достаточно такой плотноватенький. Видите, вот здесь приподнят контур железы над ним. Но в таком случае, безусловно, чтобы пациент не хотел, вы должны убедить его, что ему нужна операция. Вот тоже узел, да, тот же самый, только в другой проекции. Видна двухцветность узла, как и не янь, да, такой повернутый знак. Ну вот, наоборот, да. Например, я когда вижу вот такой узел, даже при том, что тут написано фолликулярный опухоль, яка-то сразу начинаю успокаиваться. Во-первых, видна достаточно округлая его форма. У меня видны зоны кистозной трансформации, в нем нет микрокальцинатов. Меня всегда вообще радует наличие кистозной трансформации, поскольку раки редко кистозно трансформируются. И вот, посмотрите, вот здесь, в этой зоне структуры ткани и вот здесь. Они имеют практически одинаковый рисунок. Опять-таки, вы обязаны послать такого пациента на операцию, потому что у него диагноз фолликулярная опухоль. Но сердце мое, перед такой операцией, будет более или менее спокойным. Вот в этом случае сердце будет совсем неспокойным. Да, вам написали, что это фолликулярная опухоль, но, на мой взгляд, паузеет, выглядит капиллярный рак. Потому что узел имеет явно выраженная гипохогенность, то есть он темнее, чем мышцы. Он имеет вот здесь явный, неровный, четкий контур. Вот эту ступеньку, я думаю, любой из вас увидит вот здесь, да? Вот. Выглядит очень плотным, таким. И понятно, что в этом случае будете крайне насторожены. Будете внимательно очень оперировать, будете использовать нейромониторинг, потому что узел находится в проекции возвратного гортанного нерва, достаточно близко к нему вот здесь находится гортанный нерв в этой зоне. Таким узлом будете относиться очень серьезно. Вот он же, Видите, видите, вот эти белые точки, крупные микрокальцинаты, не имеющие акустической тени. По мне, так это выглядит как явный популярный рак. Вот тоже, да? Узел достаточно несимпатичный, зона выраженной гипоэхогенности, вот этот вырост какой-то на узле, ну, неоднозначный рак, но тем не менее вы насторожитесь. Вот тот же самый узел, который мы с вами заметьте, опять-таки, несмотря на явную его некрасивость на УЗИ, кровоток в этом узле не усилен. Вот тоже фолликулярная опухоль, я бы сказал, фолликулярная опухоль, фолликулярная опухоль, вот этот типичный вариант ее внешнего вида. Четкий ободок холло, солидная, без кистосной трансформации, вот, невыраженной гипоэхогенной, достаточно округлые контуры. На операцию прошлете, да, ну, а дальше уже вам тактику покажет послеоперационной гистологии. Теперь о самом частом раке щитовидной железы, о попилярном раке. Сейчас будем смотреть много картинок, значит, я могу вам сказать следующее. Вот если для чего полезно УЗИ, то для выявления в первую очередь попилярного рака. Все-таки 85, там, 88% раков щитовидной железы это попилярная карцинома. И, к счастью, к нашему, в очень большом числе случаев она очень типично выглядит на УЗИ. И вы ее можете, ну, так скажем, в кавычках раскусить, просто глядя на экран вашего УЗИ аппарата. Давайте начнем. Ну, вот первое, такой не самый типовой случай для начала, это фолликулярная, о господи, попилярная карцинома перешейка щитовидной железы, гипоэхогенный узел, без каких-либо уточнений, достаточно четкий контур. Что здесь интересно? Заметите, вот здесь перешейка имеет одну толщину, а вот здесь имеет совершенно другую, то есть узел плотный, и он как бы приподнял мышцы вверх, что сразу вас настораживает. Вот этот же узел в боковой поверхности, в боковой проекции, извините, вот он, да, лежит близко к трахеи, что сразу нас заставляет использовать активную тактику. И вот под ним находится гиперплазированный лимфоузел. В сочетании с таким лимфоузлом я бы сразу подумал о том, что речь идет о карциноме. Понятно, что биопсия нам тоже помогает, такому пациенту показано оперативное лечение. Вот один из типичнейших случаев пилярной карциномы. Заметьте, черный узел практически, назовем это так, выраженное снижение гипоэхогенности, то есть она, цвет в данном случае темнее, чем цвет окружающих мышц. Узел имеет неровный, четкий контур. Вот здесь видна изъеденность, такие зигзаги. Вот здесь вырост вниз, вот здесь никакого ботка холод темного нет, потому что он невозможен в данном случае. Узел уже сам по себе черный. Посмотрите, как он выбухает вверх. Вот он, да, вот он сюда выходит. Похоже, что в данной зоне может быть даже инвазирует в мышцы. Он четко приподнимает мышцы, то есть он плотный, черный, неоднородный, с четкими неровными контурами. Вот один из типичных вариантов популярного рака. Вот тоже еще один вариант. Посмотрите, вот все увидят эту ступеньку, вот четко видно, что он не круглый. Вот здесь видны такие же заеды, как бы, да, такие вот выщербенные в узле. Гипоэхогенный, вот здесь очень темный, тоже типичный вариант популярный карцином. Вот это вот четкость и неровность контуров, один из характерных симптомов для этой опухоли. Вот популярная карцинома, выраженная, гипоэхогенная, но с достаточно округлой формой, и тем не менее это популярный рак. Вот популярная карцинома, еще одна типоотипичная, гипоэхогенная, контур, ну, более-менее ровный, если не считать вот здесь выступов, вот эти белые точки это микрокальцинаты. Сразу вам показываю, с чем вы имеете дело. Микрокальцинат очень характерный симптом популярного рака. Посмотрите, вот тоже вариант, достаточно светлый узел, если говорить, ну, он темнее, чем ткань железы, но для популярных раков достаточно светлый. Посмотрите, какая изъеденность контура. Вот здесь какой-то выступ. Дальше вот горизонтальная площадка, резкий сброс вниз, потом такая прогиб, потом выступ раз, потом, как-то здесь идет, да, то есть видно, что весь контур узла абсолютно неровный, то есть опухоль в разных местах по-разному инвазирует в ткань железы. Первый признак сразу, что перед вами злокачественная опухоль. Вот еще лучше видно. Вот микрокальцинат, да, один четко видно. Здесь видите, раз идет ткань железы, это прогиб, потом выступ какой-то, вырос больше. Здесь опять прогиб. Еще один выступ. То есть сразу в сочетании с микрокальцинатом вы насторожите, что возможно перед вами популярный рак. Он же этот узел, вот другой микрокальцинат, в другой зоне видно. Этот же узел, еще микрокальцинат, раз, два, три, четыре, видно, да, белые точки. Другой вариант популярной карциномы, выраженная гипоэхогенность. Признак выше, чем шире. Посмотрите, узел стоит вертикально в ткани железы. Все в железе должно быть сплющено, потому что на нее спереди действует мышца, они давят на нее, но узел не сплющился, он занимает всю поверхность. Всю-всю толщину долей находится вертикально. Узел выраженный гипоэхогенно, темный, неровный контур вот здесь, выраст вот здесь, вот здесь неровность, изъеденность контуров, и единичный микрокальцинат достаточно крупный. Сразу же, вот посмотрите на это, увидите это, вы уже знаете, что это недоброкаченый узел, что бы вам не написала биопсия. Еще один вариант, тоже узел похожий, может быть здесь микрокальцинат, явно неровность контуров, неоднородный узел, заметьте, как угрожающе выглядит узел, вот такое увидите, будете сами на глаз такие узлы щелкать, как орешки. Вот другой вариант папиллярной карциномы, видите, неоднородная структура, неровный контур узла, микрокальцинаты здесь, и заметьте, вот здесь. То есть нам кажется, что опухоль вот, но наличие микрокальцината в этой зоне показывает, что нет. Опухоль распространена по всей этой территории. Она уже формирует микрокальцинаты в разных зонах. То есть размер узла не близок к сантиметру, а равен почти 3 с чем-то сантиметрам. То есть вся доля вовлечена, видимо, в процесс. Вот тоже, да, опухоль. Гипоэхогенные, явно виден неровный контур, не круглый абсолютно, маленькая папиллярная карцинома. Другой вариант, опять-таки, неровный контур, сзади ровный, а спереди вот такой вот изъеденный. И микрокальцинаты, их так много, что они сливаются между собой, образуют вот такие белые зоны. Где-то видны, вот как здесь отдельные кальцинаты, а где-то они просто сливаются в единую структуру. Тоже папиллярный рак. Вот узел, как видите, похожий на все, что я показываю. Неровный контур, гипоэхогенный, признак выше, чем шире, видите, вертикально стоит. И вот на фоне гипоэхогенности четко видимый микрокальцинат. Ну, для меня лично каждый микрокальцинат сразу это вот симптом опасности, особенно, когда узел настолько плохо выглядит. Тоже ситуация, вот микрокальцината видим в узле, вот, хотя по степени снижение хогенности узел достаточно безобидно выглядит. Вот папиллярная карцинома другая. Опять-таки, видно вот этот уступ на поверхности железа. Здесь некий вырост какой-то, да, вот здесь сзади вырост на поверхности узла. Ну, и вот микрокальцинат. Вот, вот здесь, не очень четко видим, тем не менее, есть. Вот тоже узел, кстати, с кистозной трансформацией, два участка кистозной трансформации, но здесь опять-таки видна, вот, четко видна, здесь вот, видите, как ступенька такая на узле, а он должен быть круглый, два микрокальцината видны. Тот же узел другой проекции, вот микрокальцинат и здесь же, да, вот, но при этом киста есть. Тот же узел микрокальцинат и вот, и вот, четко видна неровность контура узла наружного. Дальше вот, весьма интересный вариант, это кистозно-трансформирование популярной карциномы, кстати, нечастая, на самом деле, находка, но, тем не менее, вот, если смотреть только на саму кисту, то, в общем, выглядит весьма безобидно. Вот здесь небольшой вырост, в нем виден микрокальцинат, вот здесь, сразу вас настораживает, а действительно ли это доброкачественная киста, а потом вы делаете в другой проекции исследование, видите, что вот кальцинат, вот, 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 цепочка микрокальцинатов в той зоне, которая еще не погибла, не превратила в жидкость, и вы видите кисту, но вы уже понимаете, что это популярный рак, скорее всего, вы будете делать биопсию, вы это докажете, и пойдете потом на операцию. Вот та же самая, вот группа микрокальцинатов, вот здесь видно, видно, что в этой зоне тоже что-то происходит нехорошее, видно, даже такая вот акустическая тень пошла назад. вот папиллярная карцинома, небольшая зона кистозной трансформации, здесь и вот здесь зона микрокальцинатов развития, виден абсолютно изъеденный неровный контур этой железы, вот здесь выступ виден, да, вот раз, и вот пошла опухоль, тоже популярный карцинома. Этот же узел в другой проекции, видны выросты вот здесь, вот здесь, киста видна, и микрокальцинат, опять-таки, тоже типичный популярный рак пусть и с кистой. Он же в другой проекции, видна изъеденность контура, он же, соответственно, видно, что микрокальцинатов на самом деле много, раз, два, три, четыре, и так дальше можно поискать еще. Тот же самый узел, насколько неоднородная структура, видите. Кстати, вчерашние, опять-таки, пациенты со вчерашнего приема. Ну и вот здесь, да, видна зона, опять-таки, папиллярный рак, понятно, пусть и кистозный. Вот интересная особенность, посмотрите, как может выглядеть папиллярная карцинома. Вот она, она светлая, совершенно другая, заметьте, не то, что мы с вами видели. Вот тот же вариант, не очень темная, это детские папиллярные карциномы, это ребенок, у которого есть слабо отличающая стальной ткани щитовидной железы зона, которая является популярным раком. Те, кто смотрит детей, те знают, что вот так чуть-чуть темнее может выглядеть вилочковая железа, тимус, остатки тимуса внутри щитовидной железы требуются очень внимательно тут различать, что и что. Вот тоже, смотрите, 17-летний ребенок, видите, нет четкой разницы, то есть нет четкой границы у узла. Вот это все белые пятна, это скопление уже микрокальцинатов, которые объединились в гиперэхогенные зоны, но наружная поверхность узла не отграничена. Выглядит как будто бы он светлый, на самом деле нет, узел темный, вот здесь видна его истинная эхогенность, а вот это все зона скопления микрокальцинатов. И надо понимать, что такого пациента, если вы будете смотреть ткань железы, вы должны понимать, что микрокальцинаты, если лимфоузлы поражены, будут выявляться и в лимфоузлах. Я не знаю почему, но опухоли такие склонны микрокальцинаты создавать везде. Тот же пациент, вот видите, казалось бы, гиперэхогенные как бы узел, а по факту это попиллярный рак, просто это попиллярный рак подростка. Тот же самый узел, другой проекции, как будто бы светлый узел, на самом деле, скопление микрокальцинатов. Тот же самый пациент, другая проекция, он же еще одна проекция. Вот смотрите, интересная вещь, характерна часто для детей. Видите, узла вообще нет. Вот доля, никакого узла в ней нет. Она вся нашпигована микрокальцинатами, вот эти белые точки по всей железе. Это все микрокальцинаты. Вся эта доля поражена раком. Это все попиллярный рак, который просто стелится по железе, и вы выявляете его не по наличию узла, а по наличию микрокальцинатов. Вот, посмотрите, характерная история. Диффузный склеротический вариант рака, да, он стелится по железе. Вот микрокальцинаты. Все вот эти белые точки, которые видите, это микрокальцинаты. Сейчас покажу лучше. Вот. Это продольное сканирование. Вся доля, заметьте, вот здесь, вот тут, белые точки куда я веду увидите их вот это и вот здесь тоже и вот здесь вот эта зона для вас выглядит как узел вот на что вы будете ориентироваться в первую очередь диагностики а если увидите вот эти микрокальцинаты по всей остальной железе вы поймете что вся доля это опухоль абсолютно вся а крупная вот четко видимые кальцинаты вот вот здесь потому что каждый из вас их видит тот же пациента вот микрокальцинат на самом краю доли видите с этой стороны а здесь то вообще скопление целое вот тут прям много 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 их тот же пациент вот вот микрокальцинаты характерно для детей я знаю случай когда доктор эндоконолог смотрел на узи пациента видел такую картину посылает на биопсию доктор который делал биопсию такой картины раньше не видел он не знал что это рак вот слайд пациент назад горит нет биопсии не показано доктор эндокринолог возвращает пациент на биопсию ему опять отказывают но в итоге потом через несколько таких итераций пациент оказался у нас центре там были метастазов боковые лимфоузлы шеи но и была операция все успешно но тем не менее было интересно что вот доктор эндокринолог детский знала что существует такая форма именно не очень часто и когда именно микрокальцинаты выявляют наличие опухоли вот здесь я еще раз я много сделал с фотографии это видите вот везде белые точки их быть не должно в норме это все признаки того что вся эта доля занята опухоли кстати чтобы понимали это противоположная доля то есть я вам показывал то есть обе доли железы заняты популярным раком вот тоже чтобы вам было несколько более весело это популярный рак выглядит как как любой я думаю врач узи скажет как абсолютно доброкачественный узел ободочек холло есть четко подчеркивающий край узла до слоистость есть в узле мягкие видите сплющенный вот кисточки вот эти маленькие есть ну вот просто идеальный узел нет по биопсию это популярный рак обычно фолликулярный вариант так выглядит так что помните что все равно на глаз вопросы диагностики окончательно все-таки решать нельзя биопсию дает окончательный цвет тот же самый узел думаю что вы все скажут что он весьма весьма благоприятно выглядеть и не менее популярный рак просто так нетипично выглядит теперь несколько слов о медулярном раке одном из самых опасных раков щитовидной железы который определяет значительную часть смертности вы сейчас увидите что он выглядит весьма типично каждый кто видел медулярный рак будет его засекать ну в большинстве случаев на глаз конечно кальцитонина спасаетесь как маркер и главный вот именно способ диагностики медулярного рака это конечно определение уровень кальцитонина давайте посмотрим на медулярный рак не выглядит на узи маленький медулярный рак черный почти да видите выраженный гиперахоген и вот такие крупные гиперахогенные включения зачастую имеющие акустическую тень не знаю стоит ли это называть микро кальцинатом но это к это кальцинаты какие-то зачастую с тенями иногда без теней но сейчас вы увидите как как выражено они в медулярном раке тот же самый узел до маленький медулярный рак еще излечимый он же опять-таки помните я говорил о том что нет усиление кровоток вот этот узел никакой кровоток не усилен вот внутри единый единичный сигнал здесь мы видим никого усиления нет тем не менее ты медулярный рак он же в режиме трагитического доплеровского сканирован нет усиления кровотока вот медулярный рак посмотрите черный некрасивый весь совсем черный и вот эти вот зоны скопления гиперахогенных включения таких кальцинатов да видно выпуклая ткань щитовидной железы в этом месте большой опасный наверное уже инвазивный медулярный рак он же в другой проекции черный практически вот эти характерные гиперахогенные включения на черном фоне очень крупные они крупнее чем включение при популярной карциномии намного крупнее вот здесь видно скопление как слой такой прям идет он же еще одна проекция да видно вот это вот зона и насколько черный посмотрите еще раз заметьте это тоже вариант да вот вот кальцинат вроде как как похоже на популярную карцинома на популярной карциноми редко бывают вот такие вот зоны и светлые скопления опять-таки заметьте кровоток возле не усилен по краю есть в центре нету вот тоже самый пациент в режиме энергетического сканирования тоже практически кровоток значимого нету вот тоже медулярный рак смотрите как он стелется по ткани щитовидной железы вырастает сюда и вот эти белые включения светлые зоны медулярный карцин а вот смотрите как их много вот этого в популярном раке вы почти никогда не увидите но это очень характерно для медулярного кодеки скопления крупных гиперахогенных включений на черном фоне опухоли вот видите уже инвазия пошла до в капсулу железы это же зона гиперахогенного скопления вот она медулярный рак еще один вариант да тоже черная с множественными гиперахогенами включения еще один вариант вот хорошо очень видно вот светлые большие пятна увидите их сразу напрягаетесь это это может быть медулярный карцином еще маленькая тот же узел только в другой проекции видите отсутствие четкого контура вообще отсутствие какой-то регулярности структуры характерно для опухоли очень выражена гиперахогенная большой медулярный рак заметьте вот он вырос крупный инвазивный суда вырастает вот они гиперахогенные включения которого сразу выдают вот этот вариант когда вы смотрите на опухоль взяли узи дайте посмотрели на нее на на вас смотрит сразу быть я рак вам можно еще даже биопсируя не делали вы уже смотрите не понимает что дело пахнет жареным по-настоящему это в узел как я говорю выглядит угрожающе он на вас смотрит и говорит так ну давай кто ты или я кто кого съест вот да заметьте как на пухоль а инвазирует в лимфоузлы лимфоузел плотный ветиком продавливает еремную вену лимфоузел солидный я покажу вам сейчас как выглядит нормальные лимфоузлы но вот для медулярного к характерно солидизации лимфоузлов плотностях видите какой он круглый я рассказывал на одной из лекций про индекс лбяти до доброкачество узел должен быть длиннее в два раза чем иметь длину в два раза больше чем ширину на то есть если индекс лбяти равен одному то есть ширина равна длине это плохо в данном случае видите узел имеет практически идеальную круглую форму это плохой нехороший злокачественно пораженный узел при медулярном раке вот еще один медулярный рак не такой черный но тоже видно эти гиперхогенные включение видно неоднородной структуры узла дальше соответственно вот небольшие видите лимфоузел очки пораженные при популярной медулярной карциномии после операции уже но вы тоже видна солидизация и такой он круглый этот лимфоузел тот же самый лимфоузел опять-таки отметьте некровоснабжаемые не имеет усиленного кровотока вот типичный еще один вариант медулярного рака тоже черный светлые белые включения думаю что все запомнили уже эту картину повторяю специальные вот тоже до пораженный лимфоузел круглый солидный некрасивый плотный еще один до медулярный рак видите вот такое вот тоже видно гиперхогенные включение все это разная опухоль на выгодка эти все очень похоже вот уж совсем плохой до черный большущий это же вот эта зона гиперхогенности которая сразу его выдает как медулярный он же видно инвазии в мышцы уже до окружающей структуры большой за возможно возвратный нерв вот здесь находится плохая ситуация вот уж совсем вот картинка которую надо запомнить типовой вариант медулярный карцином черный неоднородный гиперхогенные включения еще он же четко видно еще один вариант да вот белые включения вот в лимфоузле уже теперь видите да вот лимфоузел солидизированный вот и вот в нем это гиперхогенное включение как как в материнской опухоли такая же история медулярный рак еще один опять опять таки отметьте есть эхосигналы но кровоток не так уж что прям резко усилен при этой даже инвазивные агрессивные опухоли вот но вот опять таки пациент совсем свежий 10 июня два дня назад был у меня пациентка обратилась ко мне с тем что не был кальцистанин повышен до 10 10 целых и шестьдесятых был при норме до 5 для женщин вы помните программов на миллилитр и ей провели стимуляционную пробу и на стимуляцию уровень кальцистанина был 120 что тоже меньше отсечки которых вообще рекомендуется для женщин да вот но понятное дело что врачи по месту жительства очень переживали они задали вопрос не медулярный теле рак но и вот вы сейчас уже много видели медулярных раков я думаю что вы поймете что я и сказал да что это это не медулярный рак во-первых базальный кальцистанин низковат во-вторых стимулировать несколько в третьих ведь он светлый а мы видели с вами что рак выглядит по-другому те же самые узлы у пациентки сделана биопсия все терит хошемота это воспалительного происхождения узлы но первое что отличает их от медулярного рака что они светлые они черные та же самая пациентка в данной ситуации я посоветовал просто наблюдаться контролирует уровень кальцистанина базальные не делать пока больше ничего та же самая пациентка да везде вот такие псевдоузловые образования характерны для аутоиммунного тиридита но не характерные для медулярного рака теперь несколько слов о редкой опухоли лимфоме буквально покажу несколько слайдов чтобы просто знали лимфома растет быстро когда что-то у пациента растет на шее быстро вариантов обычно два либо на пластический рак либо лимфома в обоих случаях вы тоже должны действовать быстро лимфома лечится хорошо химиотерапии но ее нужно поставить она ставится по узи дальше подтверждается тонкоигольной биопсии вам говорят да это лимфома дальше вы делаете либо инцизионную либо трепан биопсию берете столбик ткани делаете типирование и отправляете гематологом на химиотерапию которая очень эффективна при лимфоме при она пластическом раке тут требуется комбинированная операция химия лучевая терапия и и что лимфома что на пластический рак выглядящие угрожающие плохо и быстро растущие мгновенно должна быть направлен специализированный центр не надо разбираться на местах сразу отсылайте к нам или кому-то еще кто может сделать все быстро ну давайте посмотрим как выглядит лимфома быстро растущий опухоль заметьте гипоэхогенная противоположная доля здоровая обычно лимфома очень часто лимфома я бы сказал так растет на фоне предшествующего аутоиммунного тиридита снижение их агена так я уже показывал один из симптомов аутоиммунный тирид и вот видите вся доля увеличена резко слоистая неоднородная гипоэхогенная теперь давайте посмотрим дальше вот она такая большая не имеющая четких контуров не похожая на все что мы видели с вами до этого хуже всего выглядящие через нее проходят сосуды они в ней внутри то есть лимфоузлы которые окружают железу они гиперплазировать и спаялись с этой тканью железы вот это все единый конгломерат опухоли выглядит это просто жутко вот вот видите лимфоузлы как гиперплазированных сюда вырастает и а это уже тканечная видна железа а вот эта сонная артерия проходящая через лимфоузлы вот сонная артерия вот их выглядит лимфоузлы и заметьте что интересно обычно вокруг лимфоузлов зона вот такого воспаления измененная структура тканей все как бы спаяна в единый конгломерат а не дай боже вам пойти на операцию такого пациента вы нормальные не сделаете но химиотерапия творит чудеса вот видите сонная артерия прямо проходит через через ткань лимфома в таком случае биопсия вам ставят диагноз лимфома обязаны поставить дальше трипан биопсии отсюда можно сбоку день взять столбик ткани типирование химиотерапии не опираться ни в коем случае вот тоже видите ткани лимфомы сосуд прямо в ней еще один вариант а все это единая опухоль сосуд в центре лимфоузлы и первичная опухоль спаяны между собой теперь несколько слов о диагностике поражения лимфоузлов шеи ну вот хороший лимфоузел шеи вот как он должен выглядеть доброкачественные почему он хороший потому что в нем есть ворота вот это входящие в лимфоузлы лимфоузел лимфатический сосуд соседнего лимфоузле вот он лимфатических две параллельные полосочки если вы видите ворота в лимфоузле из этого можете сделать вывод что практически наверняка лимфоузел опухолью не поражен злокачественным вот маленький лимфоузелочек а ворота в нем тоже есть и вы сразу спокойно вы знаете с этим лимфоузлом все хорошо вот лимфоузел про который можно сказать индекс лбяти равен 2 то есть отношение длины к ширине узел в два раза длиннее чем шире и вот соответственно вот у полосочки видно вот здесь проходит ворота внутри их лимфа течки суд внутри доброкачественными вот тоже лимфоузел с воротами черточка такие две внутри безопасная ситуация так господи чтобы здесь что здесь и да вот лимфоузел длинный лимфоузел вот вот это все это все лимфоузел как колбаска такая совсем уж хорошие и вот в него входит сосуд лимфа течки видите две параллельные полосочки две черточки доброкачественный лимфоузел вот не очень доброкачественными пользу отличается я думаю сразу видите как он круглый я уж не говорю о том что он большой он цвет на большой в нем видно зона кистозной трансформации вот эти вот черные него вида к это слоистость но и уж понятное дело ним не видно никаких ворот вот совсем плохо да многие многие годы никто не мог найти этот лимфоузел его наблюдали вот а при этом уж понятно что это не доброкачественный лимфоузел вы все это я думаю видите он сильно отличается никаких ворот нет абсолютно неоднородный раздутый огромный абсолютно вот да лимфоузел гигантский совершенно лимфоузел 4 сантиметра почти на давнишний метастаз популярной карциномы аналогичная ситуация популярный рак ведь какие круглые раздутые гипоэхогены лимфоузлы с мелкими микрокальцинатами они очень сильно выраженными здесь дальше типичнейший признак папиллярного рака характерны только для него кистозная трансформация лимфоузла если вы видите на шее лимфоузел в котором есть киста вы уже знаете что перед вами папиллярный рак с метастазами лимфоузел вот смотрите сонная артерия еремная вена боковой он же еремный лимфоузел вот ткань а вот эта киста черная заметьте вот здесь жидкость и здесь жидкость вене выглядит одинаково выйти кисту вот вы уже видите понимаете что перед вами гиперплазированный явно видно гиперплазия утолщенный лимфоузел с кистой вы уже знаете что пациента есть папиллярный рак с метастазом лимфоузел чтобы вам кто не говорит вот тоже еще один вариант солидизированный большой толстый лимфоузел с нарушенной внутренней структурой абсолютно лишенный каких-либо ворот и вот киста тоже самое популярный рак с метастазом дальше ну вот господи где вода круг круглый большой лимфоузел нехороший некрасивые вот лимфоузел паратрахиальный да вот тоже гиперплазированный некрасивый лимфоузел круглый абсолютно поражен популярным раком при этом вы можете видеть сосуды светятся лимфоузел не светится то есть вы видите что это не сосуд если вы сомневаетесь можете включить доплера себя проконтролировать вот смотрите лимфоузел какой интересный тоже при популярной карциноме гипоэхогенный крупный с множеством микрокальцинатов кстати заметьте кровоток особо не визуализируется в чем особенность лимфоузла находится под сонной артерии пунктирует неудобно глубоко но вот надо ли пунктировать такой лимфоузел что подтвердить его поражение нет не надо вы и так знаете что в нем есть метастаз прошло он виден микрокальцинаты вот тот же самый лимфоузел скопления микрокальцинатов сразу вам показывает что он поражен вот маленький лимфоузел длинненький индекс лобиати хороший но откуда вот эти белые точки в нем маленький не страшненький но тоже метастаз популярной карциномы он же видите совсем длинный но замечательный лимфоузел просто по форме а вот это то что это это микромет микрокальцинаты которые сразу вам подтверждают что перед вами популярный рак вот еще вариант хороший длинный лимфоузел и вот здесь вроде даже почти ничего выглядит а здесь целое скопление микрокальцинатов опять-таки диагноз сразу вам понять еще один вариант да тоже лимфоузел гиперплазированный с множеством белых точек микрокальцинаты равно популярный рак еще один вариант тоже длинненький и вот три подряд раз-два-три микрокальцинаты диагноз понять крупный большой лимфоузел солидный некрасивый тоже метастаз популярного рака ну вот тоже да посмотрите какой огромный лимфоузел белые такие пятна такое бывает при медулярной карциномии в том числе и попали при популярной тоже может быть вот гиперплазированный лимфоузел явно видно что он нездоров тоже метастаз а вот интересное наблюдение посмотрите никакой опухоли у пациентки в щитовидной железы нет гоняют постоянно по врачам почему потому что на вот в области судистого пучка шеи видит вот это по данным тонкоигольной биопсии ничего не получают говорят тут нет клеток и все тиреоглобулин в смыве нулевой то есть не похож на что это липома липома расположена в судистом пучке чем отличается слоистая видите какая как жир в боковой клетчатки шеи точно такую же структуру имеете липома редкое наблюдение вот она до слои видны вот такая слоистая структура к это характерно для жира надо ее лечить нет почему то что пациенту не мешает на не опасно она же видите ли по моде с четко видно слоистости и прям как будто такими полосочками все нарезаны абсолютно критине кровоснабжаемое в целом не опасно заболевание вот интересная особенность посмотрите метастаза раза ли рака легкого в лимфоузел шеи ведь как отличается от раков щитовидной железы абсолютно отсутствие контуров инвазивный рост из лимфоузла в окружающей ткани что хорошо для раков щитовидной железы что они не очень часто инвазируют из лимфоузлов они обычно живут в них долго и не вылезают за пределы бывают случаи инвазии но их в десятки раз меньше чем неинвазивных опухолей а вот допустим такие раки как рак легкого до жутко агрессивный сразу вырастает за пределы вы видите вот это сбоку на шее вы понимаете что да это явно и такое то зло это явный метастаз но возможно это зло не щитовидной железы потому что видна железа так обычно не выглядит теперь несколько слов об узи после операции часто история достаточно кстати непростая значит посмотрите ну такой маленький как бы секрет не знаю может многие его знают может быть нет подскажу когда вы анализируете строение лимфоузлов вот в паратрахеальной зоне справа вот это вот нас с вами трахея это сонная артерия да вот эту зону нужно осмотреть и понять для себя как у нас здесь поживают лимфоузлы паратрахеальные особенно при популярном раке он любит метастазировать видите не очень хорошо заметно что тут вообще не разберешь но мы попросили пациента повернуть голову влево и пищевод выдавился в этом случае вправо в противоположную сторону и приподнял всю клетчатку и вы сразу четко видеть эту зону вот у вас сонная артерия еремная вена вот это трахея вот это пищевод который выдавился наружу и приподнял вам всю клетчатку вы четко вечерись ничего нет все хорошо дальше пациента просите повернуть голову в другую сторону пищевод смещается обратно налево и приподнимает вам эту клетчатку и здесь все хорошо видно поэтому просите при просмотре паратрахеальных лимфоузлов пациента поворачивать в голову противоположную той стороне которую сторону противоположную той стороне которую вы исследуете это поможет вам дальше очень частая проблема для нас пациенты сразу после операции бегут делать узи вот они пойти вот месяц прошел а то еще и две недели они бегут делать узи почему-то что им страшно им хочется как можно быстрее что-то понять о себе и поймете в этот момент вообще ничего не видно потому что там такой отек после операции что вы не разберете даже общую дали вы считаете железу ли нет у меня был случай к пациентка вошла ко мне в кабинет она через две недели после операции сделал узел швырнула меня вот так на стол бланка сказал подонок вы меня обманули я вы чего это я вас обманул то погодите вы мне разрезали кожи ничего не удалили я дурачу этом полтора часа то делал спал что ли в операционной она говорит вот я смотрю картинку а там правда щитовидная железа прям вот белая такая прям точь-точь ну я знаю что я понятно дело не обманул ее пошел делать узи и вижу что там отек но отек по форме вот идеально напоминает щитовидную железу и врач который делал узел выбрал самый вероятный вариант ответа что врачи подонки и и не прооперировали ровно через два месяца не все это исчезло и в общем мы с ней остались друзьями вот посмотрите узи через месяц после операции специально сделал для вас эти картинки чтобы вы знали почему надо делать везде через месяц после операции это все отек посмотрите вот трахея вот мышцы а вот это все вот это бесформенная сера это все отек и мышцы клетчатки в этой зоне вы ничего не можете сказать в этой ситуации удалено что ты не удали но какие там лимфоузлы делайте позже узи в рекомендациях европейской ассоциации тиреоидной написано через шесть восемь месяцев после операции ну самый ранний через три месяца если пациент хочет как-то успокоиться но не надо пациента просить делать узи рано делайте через полгода если речь не идет о какой-то агрессивной опухоли вот тоже да посмотрите вот отек после операционной да вот ткани отечные непонятно есть уж тут нету пройдет месяц все исчезнет вот тоже посмотрите отечные мышцы какие они толстые посмотреть короткие мышцы шеи должны быть по толщине 3-4 миллиметра эти под сантиметр в сумме потому что отек очень сильный вот посмотрите какая слоистая мышцы мускулистер на кредо мостоидус отечный потому и слоисты а это что вот это здесь остаточная опухоль метастазы с белыми точками нет просто отек оставьте его дайте мы время уйти та же самая история да тоже отечная зона все через месяц снято не надо делать уже на этом сроке вот посмотрите дальше отек после операционной слишком рано сделано зия вот этого видны клипсы титановые которые положены в зоне хода возвратного гортанного нерва для того чтобы мелкие сосуды пересечь и не допустить их повреждения вот тоже до отек и клипсы а вот вот тоже пцент какая как мощно потекло все слишком рано сделано узи подождите пациентка я слоистая мышца сверху мускулистер на кредо мостоидус прям исчерченные продольными такими-то признак отечность слишком рано сделано узи та же самая история да вот это что остаток щитовидной железы метастазы что это ничего просто отек после операционной дайте ему идти рано сделано узи здесь уже немножечко у нас с вами отек ушел видна клетчатка в зоне где была мышца отрезано щитовидной железы видите левая доля у нас есть здесь пересечен перешей дальше мышцы заняли свободное пространство остальное пространство заняты клетчатка ничего плохого в целом нету не остаток 4 вот та же история да посмотрите вот в этой зоне часто пишут остаток 4 не жизни нет он имеет другую их и структуру вот здесь сравнить и структуры и здесь абсолютно разная крапочность это не остаток вот клипсы посмотреть вот они видны их видно на узи это не инородное тело специально там оставили вот тоже клипс очки такие гиперахогенные включения ну и последнее буквально несколько слайдов это не совсем темы сегодняшней нашей беседы это около щитовидной железа ну давайте посмотрим как только выглядит одном около щитовидной желез вот верхняя аденома она расположена глубоко все глубоко расположены одном и верхние гипоэхогенные округлое образование за задним контуром щитовидной железы вот капсулы щитовидной железы вот это вот аденом около щитовидной железы можете добыть лимфоузел теоретически может быть хотя в этой зоне общей лимфоузел редко бывает ну так выглядит типично аденома если вы знаете что пациента повышен кальций парадгармон ну значит диагноз вас в руках вот тоже для одном и тоже верхняя видимо потому что глубоко расположена прямо под железой вот 1 около щитовидной железы тоже верхняя глубоко расположены а вот ситуация при вторичном гиперпаратериозе которые бывают у диализных пациентов такого никогда вы не увидите при первичным гиперпаратериозе 2 рядом расположены от одном и вот одна вот вторая до сочетная гиперплазия множественной гиперплазии характерно для вторичного гиперпаратириоза. Ну вот, на этом, наверное, я с вами попрощаюсь на сегодня. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что что-то полезное вы для себя из сегодняшней нашей беседы извлечете. Спасибо. Новинка. Вегетрокс. Скорая помощь при панических атаках. Активное вещество Вегетрокса, пророксаногидрохлорид, подавляет возбудимость диэнцефальных структур и регулирует тонус симпатоадреналовой системы. Действующее вещество Вегетрокса было синтезировано специалистами Института токсикологии Минздрава СССР и более 30 лет применялось в клинической практике. В 2005 году в связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен. В настоящее время, в ответ на обращение специалистов, производство пророксана возобновлено под торговым наименованием Вегетрокс. Вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках, соматоформной вегетативной дисфункции симпатоадреналового типа. Вегетрокс не относится к психоактивным средствам, не вызывает зависимость и привыкание. Вегетрокс – скорая помощь при панических атаках. Новинка – нефрамон плюс. Почечное средство растительного происхождения на основе касатика тонколистого из пустыни Гоби. Это лекарственное растение из Золотого фонда Монголии на протяжении нескольких столетий применяется в медицине в качестве нефропротектора. Нормализует фильтрационную и выделительную функцию почек. Действие нефрамона направлено на все патогенетические звенья хронического гламирулонефрита. По данным клинических исследований, курсовое применение нефрамона плюс приводило к увеличению скорости клубочковой фильтрации, снижению уровня ЦИК, сопровождалось повышением уровня альбуминов в крови, снижением уровня холестерина. Нефрамон плюс способствует правильной работе почек. Здравствуйте, уважаемые коллеги. К трансляции присоединяется модератор. Заявка на аккредитацию онлайн-семинара в программе непрерывного медицинского образования сейчас находится в комиссии по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям. В случае, если вы заинтересованы в получении кредитов НМО после аккредитации, вам нужно выполнить несколько условий. Участвовать в трансляции не менее 90 минут, дать правильные ответы минимум на 3 из 5 вопросов тестового задания на основе материалов лекции и, как обычно, закрывать фиолетовые баннеры, контроль присутствия. Сейчас инженер нашей трансляции откроет доступ к системе тестирования. На ваших экранах появится баннер зеленого цвета. Нажав на него, вы перейдете на страницу с тестовыми вопросами. На тестирование отводится 15 минут. В верхней части страницы находится таймер обратного отчета времени. К каждому вопросу по материалам лекции вам нужно выбрать один вариант ответа. После ответа на 5 вопросов, пожалуйста, оцените общую удовлетворенность с содержанием семинара по 5-балльной шкале. 5 – это максимальная оценка. После этого у вас станет активной, подсветится синим цветом. Кнопка «Готово». Ее нужно нажать, чтобы отправить результаты теста. Поблагодарить преподавателя вы можете с помощью кнопки синего цвета в верхней части экрана. Вот таким образом. Желаем вам успешного прохождения тестирования и переходим к тем вопросам, которые вы прислали Илье Валерьевичу в чате. Первый вопрос прислала Альбина Юрьевна. Она спрашивает, в каких случаях нужно считать объем перешейка и пирамидальной доли? Уважаемая Альбина Юрьевна, мы ни в каких случаях, честно говоря, не считаем. Вы же должны понимать одну очень важную вещь, что когда вы высчитываете объем щитовидной железы, то те абсолютные цифры, которые вы получаете при этом расчете, они в общем, ну, как бы их абсолютная цифра не очень важна. Вас интересует, существует ли у пациента реальная гиперплазия. И в данном случае обычно перешейк и пирамидальная доля из расчетов исключаются. Понятно, что это некое допущение условное, но мы, например, никогда не считаем. Спасибо. Владимир Федорович спрашивает, бывает ли контур пищевода справа? Уважаемый Владимир Федорович, вы прекрасно знаете, я уверен, человек, который начинал УЗИ щитовидной железы в нашем городе, является всей общим нашим учителем, что да, конечно, действительно, контур пищевода справа может быть. Естественно, типичное положение пищевода, оно с отклонением влево на шее, но и справа контур пищеводный может быть виден. Как я уже показывал, особенно его хорошо видно при повороте головы влево, в противоположную сторону. Но вообще бывают пациенты, особенно худые, у которых видно его без всякого поворота головы. Спасибо. Сергей Валентинович спрашивает, используете ли вы классификацию ТИРАЦ и используете ли вы эластографию? Уважаемый Сергей Валентинович, я специально сегодня не говорил об этих позициях достаточно много, потому что я уже говорил об эластографии и классификации ТИРАЦ в предыдущих своих сообщениях. Там я показывал много слайдов, мне просто не хотелось повторяться. И сегодня я хотел показать больше разных клинических примеров. ТИРАЦ классификацию, безусловно, используем. Мы проводили большое исследование из 5000 последовательных пациентов, в котором были узлы классифицированы по этой системе. И потом им всем была проведена тонкоигольная биопсия. Мы показали, что при верхних степенях, допустим, при той версии ТИРАЦ, что мы использовали 4b и 5, при этих степенях риск рака составлял при 4b 16% и при группе 5 50%. То есть классификация ТИРАЦ реально работает, она должна использоваться. Я не говорил о ней только сегодня, чтобы сэкономить время. А по поводу эластографии, опять-таки, было нами проведено исследование. Мы использовали эластометрию, то есть количественное определение эластичности узла. 5500 последовательных пациентов, которым была проведена эластометрия одновременно с тонкоигольной биопсией узлов щитовидной железы. Все корреляции по размерам узлов и по тому, кто делал, и вообще по всему, что только мы проводили, все закончились ничем. Таким образом, в отношении использования эластографии для диагностики рака в ткани щитовидной железы мы сделали вывод, что она неэффективна по причине того, что раки могут быть мягкими, могут быть плотными, но проблема в том, что и доброкачественные узлы бывают и мягкие, и плотные. Вот в этом плане эффекта мы не получили. Мы сделали предварительное исследование по использованию эластографии в отношении узлов лимфатических на шее. Вот там корреляции видны. Мы пока не имеем достаточного количества пациентов, чтобы вам их озвучить, но четко видно, что плотность узла по данным эластографии, лимфатического узла повышает вероятность его злокачественного поражения. Но это, собственно говоря, и так мы знаем, потому что руками вы пальпируете, чувствуете плотный узел, вы знаете, что он, скорее всего, злокачественный. Спасибо. Елена Константиновна пишет, часто специалисты в узидиагностике, описывая щитовидную железу, пишут, узел 3 на 4 мм. Стоит ли считать такие образования узлами или это просто расширенную фолликулу? Уважаемая Елена Константиновна, как я всегда говорю, что ум нужен человеку для того, чтобы сделать невозможное, разум для того, чтобы решить, нужно ли это делать вовсе. Это было сказано за 2000 лет до нашей эры. Ну, как сказать, ну, можно написать, что это узел, хотя вообще формально от 5 мм положено писать. Я не пишу. Я пишу гипоэхогенное, круглое образование, размером 4 мм, чтобы не приклеивать к пациенту ярлык узлового зоба. Спасибо. Наталья Николаевна благодарит Вас за интересную лекцию и спрашивает, как расценивать множество макрофолликулов, какие рекомендации давать пациенту? Уважаемая Наталья Николаевна, ну, какие рекомендации? Вот мой, допустим, близкий друг имеет всю железу, изъеденную макрофолликулами. Я ему дал рекомендацию, что он здоров. И он ко мне ходит раз в 2-3 года, когда хочет увидеть больше меня, а не свои фолликулы. Лечение такие фолликулы не требуют. По поводу, будет ли еще лекции по узи диагностики, будут. Будем стараться, если Вам понравится, будем делать еще и еще. Спасибо. Людмила Адольфовна спрашивает, помогла ли биопсия дифференцировать Вам образование при аутоиммунном тероидите в Вашей демонстрации, или Вы сразу определились? Уважаемая Людмила Адольфовна, ну, каждый из нас, кто много смотрит щитовидную железу, и мы, понятно, смотрим пациентов в большом количестве с опухолями, и на глаз многие вопросы можем решить. Но, зная даже, что я вижу, что, скорее всего, передо мной псевдоузловое образование на фоне аутоиммунного тероидита, я никогда этого писать в бланк УЗИ не буду. Я напишу, что у пациента имеется изоэхогенный узел с ободком ХАЛО, показан тонкоигольной биопсией. Вот когда тонкоигольная биопсия скажут, что передо мной тероид Хошимото, группа Бетезда 2, то есть узел доброкачественный, вот тогда я напишу аутоиммунный тероид, псевдоузловая форма. Но уже напишу, будучи как бы в роли эндокринолога. Потому что, когда я играю роль врача УЗИ, я пишу то, что видит врач УЗИ. А врач УЗИ не может видеть псевдоузел. Врач УЗИ видит изоэхогенное округлое образование, узел. Больше он говорить не имеет права. Спасибо. Пишет Анна Петровна. В настоящее время наблюдается пациент с дилетационной кардиомиопатией, планирующейся на пересадку сердца. При обследовании перед операцией обнаружено снижение ТТГ. сосудистых препаратов. Амиударон давно не принимает. На фоне тереостатиков падает ТТГ и растут Т3 и Т4. Антитела к рецептору ТТГ более единицы. На УЗИ объем железы нормальный. Диффузных изменений нет. Симптомов пожара нет. Смотрела сама. Такое впечатление, что анализы и УЗИ от разных людей. Тем не менее, гормоны многократно подтвердились. Сталкивались ли вы с таким? Уважаемая Анна Петровна, я разделю вопрос на два варианта. Первый. Сталкивались ли я с нормальным объемом щитовидной железы и с практически нормально выглядящей щитовидной железой, но при этом имеющей ненормальную функцию, как гипофункцию, так и гиперфункцию. Сталкивался, безусловно, есть пациенты с практически нормально выглядящей щитовидной железой и либо териотоксикозом, либо гипотериозом. А вот сталкивался ли я с тем, что на фоне тереостатиков падал ТТГ и растут либо Т3 и Т4, наверное, такого не помню. Здесь нужно подумать, о чем идет речь. Может быть, это аминдарон индуцированный, териотоксикоз, который лечится не териостатиками. Ну, здесь большего не видя пациента, к сожалению, не сказать. Спасибо. И Светлана Ивановна спрашивает, есть ли особенности УЗИ щитовидной железы при кардарон индуцированных заболеваниях? Уважаемая Светлана Ивановна, побоюсь вам дать однозначный ответ в связи с тем, что я вижу, естественно, кардарон индуцированных пациентов заболеваний щитовидной железы, но вижу их меньше, чем их видят врачи терапевтического профиля, потому что все-таки им операции нужно редко. На мой взгляд, они выглядят как типичные аутоиммунные изменения в ткани щитовидной железы. Я не могу вам сказать, что я лично отмечал какие-то специфические признаки, не видел. Выглядит либо как аутоиммун, теряет либо как диффузно-токсический зуб, но не более того. Спасибо. Владимир Федорович спрашивает, как вы относитесь к исследованию кровотока по щитовидным артериям? И таких вопросов несколько от наших участников. И второе, комментарий, позвольте не согласиться с мнением о корреляции УЗИ-картины и вероятностью рецидива подострого тироэдита. Зачастую очаги разряжения сохраняются несколько месяцев без рецидива. Уважаемый Владимир Федорович, я позитивно отношусь к исследованию кровотока по щитовидным артериям. Скажем так, этот метод можно использовать естественно в диагностике с точки зрения оценки функции щитовидной железы при тиреотоксикозе скорость кровотока по верхним щитовидным артериям увеличена. Это было показано в том числе и в диссертации Игоря Константиновича Чеченчука, некоторые слайды которого я использовал сегодня в своей лекции. Я лично этого не делаю, потому что я предпочитаю использовать более четкие и наглядные способы подтверждения тиреотоксикоза, ну, например, сцентеграфию. Я люблю сцентеграфию. По поводу корреляции УЗИ-картины и вероятности рецидива подострова тиреидита. Понятно, что могут быть пациенты, у которых очаги сохраняются долго. Но я пытался сегодня сказать врачам вот о чем. О том, что использование УЗИ это очень важный скажем так, вспомогательный инструмент, позволяющий понять, когда же снижать дозировку. Я, понятное дело, как врач-хирург, вижу смещенную выборку пациентов. Я вижу тех пациентов с подострым тиреидитом, которым не повезло при первом лечении. Возможно, существуют вообще замечательные случаи, которые до меня никогда не доходят. Я вижу всех, кто рецидивировал. Просто потому, что я хирург-эндокринолог, а не обычный эндокринолог. Но, на мой взгляд, я лично, когда веду пациентов, когда я вижу положительную картину паузи, вот только тогда я начинаю снижать дозировку преднизолона. Я категорически против снижения дозировок через 2-3 недели после начала приема лечебной дозы, что мы с вами, как вы знаете, видим весьма часто. Это всегда заканчивается рецидивом, причем очень быстро. Спасибо. Наталья Николаевна спрашивает о показаниях тонкоигольной биопсии по классификации ТИРАЦ. И обязаны ли мы указать биопсию в протоколе? Уважаемая Наталья Николаевна, опять-таки скажу, я сегодня не касался классификации ТИРАЦ с целью экономии времени. Недавно у нас были вебинары, посвященные диагностике рака. Я говорил там об этом. Но, если говорить коротко, то при ТИРАЦ-2, то есть при узлах явно выглядящих как доброкачественные, биопсия показана при размере узла 2 см или более, при ТИРАЦ-3, то есть изоихогенные узлы с ободком достаточно светлые при размере узла от 1,5 см, и при всех более высоких классах при размере узла от 1 см. Так сейчас это дело описывается. Спасибо. Наталья Юрьевна спрашивает, через какое время нужно проводить УЗИ-контроль после начала лечения подострого тироэдита принизолом? Уважаемая Наталья Юрьевна, в моей практике это выглядит так. Я делаю УЗИ при первой встрече с пациентом и фиксирую обязательно, чтобы было с чем сравнивать. Вторую встречу я всегда провожу через месяц, и я делаю в этот момент УЗИ, а дальше все зависит от клинической симптоматики. В моей практике обычно я с пациентами с подострым тироэдитом встречаюсь ежемесячно, и каждый осмотр для меня равен проведению УЗИ. Я делаю так. Спасибо. Рита Михайловна пишет. Нередко в протоколах УЗИ описаны включения очаги, узелки размером от 2 до 4 мм. Есть ли смысл в этих случаях смотреть кальцитонин? И второе. Какой наименьший размер медулярного рака оперировано в вашей клинике? Каков катавнос? Уважаемая Рита Михайловна, спасибо, что узнала с нами. Я вижу, что вы все время присутствуете на вебинарах. Очень приятно. По поводу очагов, узелков 2,4 мм. Если вы видите реально, что это солидное образование, вы можете посмотреть кальцитонин, но просто есть вопрос в соотношении цены-качества, есть ли польза или нет. Но если угрыть о наименьшем размере медулярного рака, 2 мм, который мы оперировали, он не был виден на УЗИ, естественно, он был выявлен на фоне аутоиммунного тиреидита, но у пациентки был базальный кальцитонин 18 и стимулированный 1500. И это позволило поставить правильный диагноз. Катамнис прекрасный, у всех пациентов с субсантиметровыми медулярными раками наступает выздоровление обычно. Вообще, наш опыт такой. Спасибо. Альбина Юрьевна пишет, периодически выявляю улицезвуковую картину, аналогичную вашим примерам подострого тиреидита, который не сопровождается болями при рутинном обследовании. Выставлять таких случаев в заключении тиреидита. Уважаемая Альбина Юрьевна, я в подобных случаях во-первых, пишу обычно диффузные, выраженные диффузные изменения структуры щитовидной железы. Я не выставляю диагнозы тиреидита вообще практически никогда. Даже если я вижу картину, характерную для аутоиммунного тиреид, я пишу в диагнозе, как врач УЗИ, выраженные диффузные изменения структуры щитовидной железы, характерные для аутоиммунного процесса. Я оставляю право ставить диагноз врачу-эндокринологу или себе, если я выступаю потом как врач-эндокринолог. Я пациенту выдаю два бланка. Один бланк – это УЗИ, в котором я играю как врач-УЗИст. И во втором, соответственно, бланке я уже пишу клинические диагнозы, поскольку тиреидит – это клинический диагноз, и его не очень хорошо ставить в бланке УЗИ. То, что касается вот таких вот четких гипоэхогенных образований в ткани железы без болей, в подобном случае всегда нужно подумать, нет ли там симптомов папиллярной карциномы. Вы видели, как они похожи в таком случае. То есть, если вы уверены, что это диффузные изменения, окей, напишите, что это диффузные изменения, пусть просто наблюдается. Если вы увидите, что это явно выраженная гипоэхогенность, отграниченная от остальной ткани железы, во всех сомнительных случаях лучше провести биопсию. Спасибо. Армения Сашиковна благодарит вас за лекцию. Спрашивает, нужно ли описывать в протоколе псевдоузлы. Уважаемая Армения Сашиковна, еще раз хочу сказать, понятие псевдоузел становится легитимным, тогда, когда узловое образование пропунктировано, и по данным биопсии установлен диагноз Тередит-Хашемот. Вот тогда мы можем это называть псевдоузел. Я обычно не использую данный термин в бланке УЗИ. Я использую его в бланке приема эндокринолога, тогда, когда я имею на руках тонкоигольную биопсию. Тут нужно быть формалистом, но это поможет избежать ошибок. Спасибо. Светлана Викторовна просит рассказать о нормальных размерах щитовидной железы у детей, объеме, есть ли разница у мальчиках и девочек, и отличие объема щитовидной железы по возрасту. Уважаемая Светлана Викторовна, очень приятный для меня, очень хороший вопрос. Я на него отвечу так. Однажды Альберта Эйнштейна спросили, Альберт, какова скорость света? А он сказал, что он не знает. И когда его спросили, как же так, ты же Альберт Эйнштейн, почему ты не знаешь скорость света? Он сказал, что я не вспоминаю те вещи, которые можно найти в справочнике. Относительно объема щитовидной железы у детей, он зависит от пола, у мальчиков он больше, он зависит от возраста, он зависит от йодной обеспеченности региона. Обычно, когда на прием ко мне приходит ребенок, то я в Яндексе набираю норма объема щитовидной железы по Диланш, по английски, да, Диланш. И вы попадаете на прекрасную статью в клинической экспериментальной терридологии, достаточно старую, но в которой есть таблицы разных вариантов оценки объема щитовидной железы. Обычно я пользуюсь этими таблицами или любыми другими, но я не могу запомнить это на глаз, честно. Может быть, те, кто смотрит детей, только запомнят. Я пользуюсь таблицами. Мария Вадимовна спрашивает, есть ли типичные особенности при УЗИ щитовидной железы, при синдроме Эллерса-Даноса, это повышенная эластичность в соединительной ткани, и при склеродермии. Уважаемая Мария Вадимовна, не могу ответить на Ваш вопрос. Не вижу этих пациентов на своих приемах, поэтому не могу ничего сказать. Простите. Спасибо. Анна Владимировна спрашивает о том, какие настройки аппарата Вы используете и какой у Вас аппарат. Уважаемая Анна Владимировна, я работаю на аппаратах в основном компании Медисон, сейчас она называется Samsung Медисон, и на аппаратах компании Филипс. Настройки мне сложно Вам сказать, я использую стандартные настройки для тереоидной программы, но я убираю все программные режимы. Я, как я уже говорил, люблю смотреть сырые данные с аппарата, но из тех вот машин, которые я пользовал, я ради интереса всегда, если вижу новую машину, я ее беру и делаю на ней УЗИ щитовидной железы, хоть себе, хоть кому-то еще. Я обожаю машины Samsung Медисон. На мой взгляд, в Б-режиме они дают просто прекрасную, жесткую, хорошую, очень качественную картинку. Вот. Ну, не сочтите это за рекламу. Они, кстати, недорого стоят достаточно. Спасибо. Наталья Сергеевна спрашивает, проводите ли Вы контрастные ультразвуковые исследования. О эластографии Вы уже говорили. Уважаемая Наталья Сергеевна, контрастные УЗИ не проводим. Знаю о нем, читал, личного опыта не имею, но про эластографию говорил уже, к сожалению, мой опыт с ней не очень позитивный. Елена Анафировна пишет, можно ли говорить, что наличие кальцинатов говорит о вероятной малигнизации, какова вероятность, и можно ли доверять в таком случае положительным результатам биопсии? Уважаемая Елена Анафировна, тут надо говорить о том, какие кальцинаты мы с Вами видим, макрокальцинатах, то есть кальцинатах, имеющих ультразвуковую тень, то нет, о вероятной малигнизации не говорит, потому что это чаще всего является следствием каких-либо кровоизлияний старых, и часто это можно увидеть в абсолютно доброкачественных, но очень древних узлах. А вот микрокальцинаты, особенно крупные микрокальцинаты, не имеющие акустической тени, я Вам показывал весьма специфичные микрокальцинаты для популярного рака, вот такие более крупные объекты для медулярного рака. И если у Вас, допустим, доброкачественная биопсия, при этом Вы имеете право усомниться в биопсии. Понятно, не надо звонить врачу-цетологу, но может быть, стоит забрать стекла и проконсультировать их в специализированном центре. Спасибо. Александр Сергеевич благодарит Вас за очень ценный материал. Ирина Владимировна пишет, как врач, имеющий три специальности, согласна с Вами про сказанное в начале лекции. Многие врачи не могут интерпретировать протоколы, что снижает качество лечения и ранней диагностики. Буквально можно один комментарий? Во-первых, картинок. Мне очень жалко врачей УЗИ, которые всю свою жизнь тратят только на изучение того, что они видят на экране. Я верю в то, что все-таки это лишь этап должен быть обучения. И любой врач, который имеет хороший опыт в ультразвуковой диагностике, куда бы он ни пошел, хоть в терапию, хоть в эндокринологию, будет исключительно ценным специалистом в этой области, но ему очень нужна клиника. Надо уходить из УЗИ во что-то другое. А врачам-клиницистам, наоборот, приходить в УЗИ. Вот моя позиция. Спасибо. Александра Олеговна пишет. Интересно. Петимат Хасановна благодарит вас за лекцию. К ней присоединяется Елена Александровна. Пишет. Сама являюсь врачом-терапевтом и врачом ультразвуковой диагностики. Совершенно согласна с вами, что владея УЗИ диагностикой, можно быстро себе помочь в постановке диагноза. Наталья Александровна пишет. Ваши лекции лучшее, что когда-либо слышала. Асиат Руслановна благодарит вас за лекцию. Непривычно без текста, но что-то новое. Алла Львовна, Коренея Размиковна, Светлана Венеровна, Сильвия Градинару, Александра Олеговна, Кристина Александровна благодарят вас за лекцию. Алла Юрьевна спрашивает. Если у пациента по ТАП коллоидный узел, а кальцитонин 17, он мужчина, стоит ли беспокоиться и переделать биопсию? Уважаемая Алла Юрьевна, первое, что стоит сделать, спросить у пациента, не принимает ли он гибиторы протонной помпы. Если принимает любой гибитор протонной помпы, отменить и через месяц переделать кальцитонин. Это раз. Второе, соответственно, если у пациента нет гибиторов протонной помпы, он не курит, у него нет хронической почты недостаточности, а кальцитонин 17, я бы переделал бы кальцитонин в первую очередь. Если он действительно повышен, наверное сделал бы стимулированный тест на кальцитонин, как это делать, мы обсуждали в нашем вебинаре по медулярному раку, там есть подробности о том, как это делать. Ну и, я говорю, переделывать биопсию всегда не очень хорошо. На мой взгляд, лучше взять первичные стекла, если они в архиве хранятся, в правильной лаборатории не должны храниться, отправить их в специализированный центр на пересмотр. Я бы с этого начал. Спасибо. Ольга Николаевна спрашивает, бывают ли паращитовидные железы киперэхогенные, размерами до 6-7 миллиметров у пожилых. Уважаемая Ольга Николаевна, исключительный вопрос. Я вижу, что вы это смотрите сами. Да, бывают ответы. Действительно, нижние околочитовидные железы, когда они находятся в ткани тимуса, я не могу сказать, что обязательно у пожилых людей, но у всяких разных людей, действительно, можно их видеть, как такие светлые, изогиперэхогенные образования. Да, бывает. Особенно в ткани вилочковой железы. Спасибо. Ольга Владимировна благодарит вас за лекцию и пишет иной комментарий. Отдельно выделен врач УЗИ, так как один аппарат УЗИ на поликлинику. Врачи не смогут одновременно смотреть пациентов. Сразу несколько очередь будет состоять из врачей и пациентов. Ольга Владимировна, скоро аппараты УЗИ будут встраиваться во все мобильные телефоны, и эта проблема исчезнет. Это уже почти сейчас возможно. Спасибо. Диляра Ринатовна спрашивает. Есть ли УЗИ с выраженным пери- и интернодулярным кровотоком? Размеры 11,6 на 7 мм в течение 5 лет. Вызывает ли это подозрение? Ой, не знаю. Диляра Ринатовна, честно сказать, я не очень большой любитель изучения кровотока в самом УЗИ. Я больше работаю в Б-режиме. Мне кажется, он все показывает, что необходимо. Если вы сомневаетесь, сделайте биопсию. 11 мм, вы можете это делать. Спасибо. Татьяна Ивановна благодарит вас за ваши лекции. Спрашивает, с какого возраста можно делать спиртовую деструкцию узлов? И какова, на ваш взгляд, тактика ведения мальчика 10 лет, имеющего 2 кистозных узла в правой и левой долях, расположенных зеркально? Каждый занимает 1 треть доли. ТТГ, Т4 свободная норма. Антител к пероксидазе нет. Антитела к... Так. Теоглобулину. Теоглобулину, да, 300. Уважаемая Татьяна Ивановна, эта новая склеротерапия не может быть использована у детей, то есть у пациентов до 18 лет. Не потому, что она не будет эффективна, а потому что, а, она не тестировалась в данной группе пациентов, б, в связи с тем, что у детей более, значительно более высокий риск рака щитовидной железы в узлах, выявленных, поэтому мы ее применяем только у взрослых пациентов. Касательно мальчика, ну, сложно сказать, не в виде мальчика, но наличие кист, даже занимающих треть доли, еще не обязательно повод для какого-либо лечения. Единственное, что надо смотреть, нет ли там солидного компонента, не требуется ли биопсия. В общем, к детям, тем более в 10 лет с узлами, надо всегда относиться крайне внимательно, потому что бывают и кистозные формы рака, и если вы сомневаетесь, пришлите ребенка в первую очередь на биопсию, лучше ее делать сразу с двумя методиками, и на стекла с окраской по магиунулигинзе, и жидкостную с центрифугированием с окраской Папа Никола. Мы всегда делаем сейчас детям биопсию с двойным контролем. Спасибо. Наталья Анатольевна благодарит вас за лекцию и спрашивает, имеют ли значение снижение индексов периферического сосудистого сопротивления и повышение максимальных систолических скоростей кровотока в узловых образованиях щитовидной железы. Уважаемая Наталья Анатольевна, спасибо большое за добрые слова. Я думаю, что можно найти диссертации, в которых описываются влияния и результативность этих исследований. Я лишь скажу, что я их не использую в моей жизни и как-то не испытываю от этого проблем. Мне кажется, большинство вещей видно на глаз, когда ты их много видел. Спасибо. Кристина Владимировна спрашивает, через какое время проводится повторный этап при неинформативных результатах, и что делать в случае еще одного неинформативного результата? Уважаемая Кристина Владимировна, мы обычно проводим тонкоигольную биопсию еще раз через месяц. Если материал снова неинформативный, еще через месяц повторяем. Если третья биопсия неинформативная, делаем перерыв на полгода, делаем контрольный УЗИ через полгода. Спасибо. Ирина Ивановна благодарит за лекцию и пишет, в нашем центре требует обязательное описание ЦДК и скоростных параметров по артериям щитовидной железы. Насколько это необходимо хирургам и эндокринологам, и какие нормативы? Уважаемая Ирина Ивановна, существует диссертация Игоря Константиновича Чеченчука, посвященная как раз этим вопросам. Она была сделана в нашей клинике уже лет 6 или 7 назад, если не больше, ее можно найти в интернете в полном тексте, посмотреть, там есть подробное описание именно данного исследования. Но я могу вам сказать, вот для моей практики мне это не нужно, я этим не пользуюсь. Спасибо. Евгений Валерьевич пишет, из Самары к вам едет пациентка с опухолью левой доли в виде грузди винограда, состоящей из крупных кальцинированных узлов. Я поставил ей диагноз после УЗИ 5 лет назад. В онкоцентре ничего не делали. Мне интересно ваше мнение, что же это в итоге будет после операции. 17 июня она будет в Петербурге. Фамилию мы вам, пациентки, сообщим за рамками трансляции. Уважаемый, Евгений Валерьевич, не знаю, посмотрим. Всякое бывает, поглядим. Пока тоже не знаю еще. Спасибо. Оксана Борисовна спрашивает, как правильно измерить узел в перешейке щитовидной железы, если узел вытянутой формы и больше справа, где у узла сторона считается выше? Уважаемая Оксана Борисовна, в целом ведь не важно, как вы измерите узел в отношении плоскостей фронтальной, горизонтальной. Вы должны измерить три максимальных диаметра, как у эллипсоида. Как он лежит, так и меряйте. То есть вы можете это сделать абсолютно произвольно. Он не обязательно четко меряйте, чтобы так было прям и потом продольно. Как он лежит, так и меряйте. Максимальный диаметр. Всего лишь объем нужно вычитать. Спасибо. Анастасия Геннадьевна пишет, доктора любят писать укропнение зернистости. Как это интерпретировать? Уважаемая Анастасия Геннадьевна, смотреть надо самому. Понимаете, ведь все, кто не смотрел, посмотрите мой любимый. На данный момент это в моем рейтинге номер один фильм. Называется трудности перевода в русском варианте, а в английском называется более тонко. Называется Lost in Translation. Потерянное в переводе. Вот когда вы читаете что-то, что написал врач УЗИ, и он это описал укрупнением зернистости, я лично не знаю, что это такое. Мы теряем в нашем преобразовании каких-то интересных вещей, жизненных каких-то позиций. Когда мы их переводим в слова, мы теряем 90% информации. Лишь собственный взгляд позволит вам понять, что они имеют в виду. Я не знаю, что такое укрупнение зернистости. Я так не пишу. Спасибо большое. Илья Валерьевич, во сколько вы сегодня проснулись? Я? В 7. В 7 утра? Нет, в 6.40. В 6.40. Ну, уважаемые коллеги, наверное, с пониманием отнесутся к тому, что наши преподаватели, Илья Валерьевич, не исключение, приезжают в студию после рабочего дня, после работы с пациентами, со студентами, с коллегами. И, к сожалению, большому время нашей трансляции уже давно завершено. Сегодня у нас аншлаг по вопросам, коллеги. Да. Но, тем не менее, давайте завершать сегодняшний семинар, потому что завтра вы снова едете на работу. Спасибо. Завтра 6 операций. Мы продолжим. Спасибо большое за ваше внимание. На следующей неделе у нас 4 интереснейших онлайн-семинара. Приглашаем вас принять в них участие. До новых встреч. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...